Сотни лиц 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 Мне нужен развод, и я надеюсь, что завтра ты придёшь к ЗАГСу в четыре часа. Саша, он очень хороший человек, адвокат. Даже адвокат? Да, и Колька его обожает. Ну, ладно, нам пора. Тебя подвезти? Нет, я ещё посижу. Коль, поехали, прощайся с папой. Давай. Пока. Здоровый стал, Орел. Давай, я позвоню. Хорошо. До завтра. Пока. Воровство, мошенничество. Думаю, незаконченное актерское образование помогло ему в его профессии. Ну, это же в прошлом. Ну, оступился человек в молодости. Ну, это бывает. Ну, сейчас-то всё в порядке. Треть жизни по колониям. И вы это называете «оступился»? Ну, папа нормальный человек. Он любит меня. Он всё прекрасно понимает. Алёна, очень хорошо, что вы защищаете вашего отца. Но это не меняет дело. Я никогда не породнюсь с семьёй вора. Не смейте так говорить. Вы не имеете права. Ну, что ж, думай, на этом мы и закончим, да? Всего доброго. Я же… Я же не воровка. Я нормальный человек. У меня… Я работаю. У меня мама. Друзья. Я сына вашего люблю. Я не исключаю. Но гены, гены… Яблонька от яблони… Я убедительно прошу вас, Алёна. Я настаиваю. Я настаиваю. Оставьте в покое моего сына. Ну, что же вы… Алёна! Алёна! Папа! Я ж просил тебя! Алёна! Алёна, подожди. Вы чего такое? Ну, Алёна, что случилось? Он целое-то сено моего отца собрал. Алёна, успокойся. Он шокирован. Его можно понять. Вообще, мой отец, он здравомыслящий. Он нормальный человек. Он узнает тебя получше. И всё образуется. Думаешь? Думаешь? Я уверен. Успокойся. Батюшка посердится по сердце и смирится. Я же его единственный любимый сыночек. Нет. Ты мой любимый. Серёженька. Папа зовёт. Иду. Всё. Иди. Садимся на нашем месте. Не плачь. Я скоро буду. Иди. Садимся на нашем месте. Иди. Садимся на нашем месте. Цвет. Нет. Да почему же не может быть? У меня под Полтавой бизнес был. Там такой клиент попался. Ой! Добрый вечер! С вами в прямом эфире передача «Разговор по душам» и я, Валентина Муромцева. Ой, обожаю «Под шоу Муромцева» просто, дружка. А вы не смотрите? Нет. Не в моем вкусе, Светочка. Можно позвонить? Да, конечно. Семьдесят пять процентов мужей хотя бы раз в жизни подняли руку до своих жен. Четверо из пятерых на этом не останавливаются. Алло. Алло! Слышите их, женщин, которые ежедневно теряют боль, стыд и унижение. А чего у голоса такой грустненький? Да, нет, все в порядке. Пап, я так соскучилась по тебе. Можно я к тебе приду завтра? Хорошо. Мама не болеет? Я тоже очень скучаю. Как им выжить? Как вырваться из этого кошмара? Ну, целую, да. Ты первая, клади трубку. О! Ну, чем нас сегодня радует, госпожа Муромцева? Души, раздирающие истории про гадных мужиков. Оригинальная тема. И гостьем нашего сегодняшнего эфира, Раиса Токарева, приветствую вас. Ну, кошки. Как вы кошки? Ответьте мне, что вы почувствовали в тот момент, когда он впервые вас ударил. Ну, мы вместе двадцать лет. Ну, так за мной кое-что, но потом... Ну, успокойтесь, успокойтесь, я с вами, не бойтесь. Ну, а потом семейная лодка разбилась о быт. Все, как это обычно бывает. Неприятности на работе, финансовые проблемы, маленькая квартира, ребенок. У вас же есть дети? У нас дети. Да. Что, начались срывы? Ну, так умоляла. Ну, после того случая ни разу все наладилось, и я сама виновату вывела из родновесия. Ой, не бой. Постойте. Раиса, я вам сейчас открою страшную тайну. Дело в том, что я знаю эту ситуацию изнутри. Я тоже сталкивалась с этой проблемой, когда была ребенком. Да, в моей семье это считалось нормой. Знаете, есть такая поговорка, милые бронятся, только тешатся. Так вот, в 15 лет мне пришлось уйти из дома. И закончилось это семейной трагедией. У меня умерла мама. Рассказывайте, не бойтесь. Я буду... Успокойтесь. Давайте спросим совета у нашей аудитории. Добрый вечер. Сережка. Господи. Все совсем плохо, да? А что ты мне правду-то не сказала? Как? Я тебе все рассказала. Все? Все. Ты сказала, что твой отец сел случайно, по пьянке. А он, оказывается, вордецидивист. Четыре ходки. Ну, какое все это имеет значение? Мне было бы проще объясняться своим отцом. А так я выглядел полным кретином. К тому же, оказывается, что ты сама чуть не села. По малолетке. Господи, Сереж, ну кто в детстве глупости не делает? Глупости? Ну, конечно. Ты считаешь, что это глупости? Ты... ты прикидываешься или правда не понимаешь? Подожди, Сереж. Я думала, что между нами это все по-настоящему. Неужели ты тоже веришь в эту чушь про Гена? Знаешь, я вот понял одну штуку. Я тебя совершенно не знаю. Как? Я не знаю, что ты выкинешь в следующую секунду. Карманы каждый раз проверять, все ли на месте. Ален, Ален! Ну что, внученька, какое хочешь? Шоколадное с орешками? Да. Шоколадное с орешками. Будьте добрыми. Дедуля, мы сегодня в цех пойдем? Завтра, не завтра, не завтра, не то и сегодня, не то и в госту. Знаешь, ты стараешься, что это? Стойте. Стойте. Тут девка стояла. Товарищи, друзья, милиция, ловите ее! Это что? Отпусти. Печелек вынула! У меня в гелицаре! Пусти же. Отпусти, говорю, больно. Осторожно. Откуда ты взялся на мою голову? Считай, что сегодня я твой ангел-хранитель. Ангел, как же? Пусти, говорю. Дай сюда. Пусти же. Мед, что ли? Тебе никто не говорил, что воровать плохо? Я не воровала. Да? Черт. Ты чего? Тихо, 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 тихо. Она? Нет, не она. Поехали дальше. Что? Тихо. Тихо. Спасибо. Спасибо. Почему ты меня не сдал? Даже все видел. Сам не знаю. Как тебя зовут? Таня, спасибо тебе за все. Я даже не знаю, что сказать. Я не специально. Это просто нахлынуло что-то. Затмение какое-то. Странное затмение. Я не хотела, правда. И кошелек этот, он не нужен, он мне был совсем. Я нормальный человек. У меня работа. Я... Я устала. Можно я домой пойду? Да, конечно. Я тебя не держу. Спасибо тебе за все. Большое. Брон, спасибо. Послушай, Таня, давай еще раз увидимся. Завтра в два часа на этом же месте. Хорошо? Если что-нибудь изменится, позвони мне. Ну, пока. Ну, пока. Таня. 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 Привет. Ты дома? Привет, мам. Сегодня сам профессор оперировал. А он такой дотошный. Семь часов устала, не отходя. Таня. Представляешь? Ноги просто отваливаются. А ты как? Познакомилась с Сережины родителями. Очень милые люди. Ну, я им тоже понравилась. Чай будешь? Ну, в общем, все хорошо. Алена, не ври мне. У твоего отца было точно такое же выражение, когда он меня врал. Какое? Как у побитой собаки. Я, кстати, сегодня ему звонила, он тебе привет передает. Опять? Ну, сколько раз я тебя просила, Ален. Ну, прекрати ты эти звонки, эти встречи. Ну, что тебе может дать опустившийся гнилой человек? Мамуль, ну, перестань. Ты вот попаешь варенье. Ален! Ну, мам, ну он совсем не такой монстр, каким ты его считаешь. Ну, правда. Ты хочешь сказать, что он исправился и стал порядочным, хорошим человеком, да? Не смеши. Спасибо. Ну, и где он? Как проживает? В больнице лежит. Суставы лечит. Мам, у него руки болят. Руки? А совесть у него не болит, ты не спрашивала? Да, руки болят, это, конечно, плохо. Надо полечить. А то квалификацию потеряет. Доченька, я тебя в последний раз прошу. Прекрати эти встречи. Оставь его. Пойми ты, он для нас хуже врага. От него одни беды. Мам, ну зачем ты так, а? Выключи телевизор. Пожалуйста. А эту я вообще терпеть не могу. Анната, в чем перед тобой виновата? Такая же лживая насквозь, как твоя папаша. Все, мама, хватит. Он какой бы ни был, он мой отец, понимаешь? Я люблю его. Для того, чтобы стать участником нашей передачи, нужно позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах. Это была передача «Разговор по душам». Стоп! Снято! Ой, спасибо! Кеша, спасибо! Всем спасибо большое! Самая смелая, ведущая, спасибо вам огромное! Спасибо большое, да, конечно. Если можно, у вас не получилось. Спасибо, спасибо. Спасибо. В следующий раз огромное спасибо. Огромное спасибо. В следующий раз. Мне очень приятно. Ну, ты чего пришел? Случилось что? Случился. Офигенная история, чуть не заплакал. Спасибо. Джессмены, там какая-то вот лампа не работала! Или мерцала неприятненько так. Молодец. Спасибо. Скажи, а вот эта история про твою маму, правда? Да нет, конечно. Я... Я расскажу тебе жуткие, страшные истории. Я знаю их очень много. Про маму, про папу и про семью. Если надо, могу рассказать, что надо было. Надо было ее как-то разговаривать, то она мертвая совсем. Ну, не такими же способами. Да, все способы хороши. Главное, результат. А моя личная жизнь не касается никого. Ну, как это никого не касается? А меня разве она не касается? Знаешь, я что подумал? Да. Давай мы поженимся. Не будем. Не, ну я тебя люблю, ты меня любишь. У нас с тобой все хорошо. А чем нам жениться? У нас с тобой все хорошо. Ау. Солнышко мое. Ну, я вспылил. Прости. Просто твой отец... Ну ладно, ладно. Не буду. Я очень рада за тебя, Сережа. Ой, она окуталась-то. Эй. Давай позвоним его родителям и пригласим его вместе с ними в гости. Я пельмени налеплю. Мам, он не придет. Он больше никогда не придет. Почему? Вы что, поссорились? Аленька, да ничего, помиритесь. Дотенька, ну ты чего? Нет, мама. Он меня предал, понимаешь? Я больше слышать о нем не хочу. Не хочу, не хочу, не хочу. То есть как предал? Да что случилось-то? Ну ладно, не хочешь, не говори. Ну? Ты знаешь только одно, что ты у меня будешь самая счастливая. Что бы ни произошло. Конечно. Буду. Будешь. ты обязательно встретишь достойного человека. Он тебя будет любить больше жизни. А ты его. Вы будете с ним жить долго и счастливо. И умрете в один день. Ты долго будешь тоску наводить, а? Давай садись, продолжим партию. Хабаров, кончай хандрить. Стараюсь. Не получается. Да. Не хочу я Макса с отпуска выходить. Не хочу. Тошно мне. Надо что-то делать с этой жизнью. Угу. Молодец. Что? В автосервис к себе вернуться. Держи. Саня. Не глупи. Ты на своем месте. А? Давай. Догуливай. Возвращайся и не парь мне мозг. За этой выпьем. Не пьянство ради, здоровье для. Поехали. Будь. Баба тебе нужна. Хорошая. Теплая баба. Чтоб без всяких выкрутасов. Тебе отогреться надо. Чтоб страсть закрутила узлом. Чтоб... Чтоб жить хотелось. Сидиешь тут. Да похоже уже закрутила. Опаньки. Сижу тут как дурак. Из депрессника я его хочу вытащить, а он... Нашел уже кого-то. Ну-ка давай колись, кто такая. Не знаю. Как это не знаю? Вот так. Не знаю и все. Но знаю точно, это она. Сладрога. Не выспалась я совершенно. В какой мухе звенит? В левом. Я угадал. На. Отвезешь меня. Отвезите меня, мужчина, пожалуйста, на работу. Я срочно хочу ему кому-то на руку. Да, но сначала мы зайдем в одно место, хорошо? Нет. Нет. Ну я сегодня сегодня это очень прошу. Я не могу сегодня встречаться с твоими вот этими нужными и важными. Это не нужные и не важные. Тебе в этом месте очень понравится. Куда? Поедем-то? А это сюрприз. Интрига. Интригует женщину с больной головой с утра. А это кольцо из желтого золота. 750-й пробы. Бриллиант 07 карат. Характеристика 1 и 2. Интересно. Посмотрим. Послушай, мне кажется оно тебе немножко великовато. Ну да. Ничего страшного. Наш мастер может уменьшить. Никаких проблем. Но если нам понравится, мы заберем его уже после обеда. Ну так что, берем? Ну да, мы выбрали это. Ну наконец-то. Прошу вас. Спасибо. Такой подарок. Спасибо. Ну да. Что, милое колечко на нашу помолвку? Подожди. На помолвку? Ну я не хочу замуж. Ну подожди, ну мы же так не договорились. Ну я не хочу замуж ни за тебя, ни за кого-либо другого. Опять? Почему? Ну не хочу. Ты боишься что ли? Кто я? Да. Я от тебя никуда не денусь. Мы с тобой вместе живем три года. Угу. И я тебя люблю. Ничего не бойся. Я тебя тоже. Я? Да ничего я не боюсь. А подарок твой я и так буду носить. Ну смотри, какая красота. Или ты мне не позволишь. Куда ж я денусь? Хитрюга. Ммм. Зато любимая. В общем, не прошла я генетический тест. Нет, ну негоденыш, а. Я тебе всегда говорила, Сереженька твой мелковат. Каюсь, Верка, ты права была. Вот. Слушаться надо, подруга, тогда будешь в полном шоколаде. Я из-за этого гада вчера чуть в такое не вляпалась. Вспомни, страшно. Ты не вспоминай. Ну было, было. Ну прошло уже. Хорошо, добрый человек помог. А то б не выкрутилась. Человек? Красивый, богатый, умный, женат небось. Ну что ты? Я тебе про трагедию всей жизни, ты все на мужиков переводишь. Ну такая я. Так что за кадр? Не разглядела. Так, поблагодарила и ушла. Правда, свидание назначила. Ну так, чтоб отвязался. Ну тут уже интересно. И чего, пойдешь? Нет, конечно, зачем? Все они. Козлы. Святая правда. Но есть одна существенная поправка. Одни из них козлы терпимые, а другие натуральные. Некрасова. Подготовь мне документы по четырнадцатому участку, поняла? Угу. Да, и сбегай в обед в магазин. Забери кальцио, сам не успеваю. Хорошо. Владислав Сергеевич, а можно я после обеда задержусь? Ненадолго. У меня встреча важная. Некрасова, ты не пробовала назначать все свои встречи после рабочего дня? Я последний раз. Ну вот последний раз, полчаса, поняла? Угу. Бухвалова, ты что делаешь? Чай пью. Документы по тринадцатому участку на стол мне, срочно. И кофе принеси. Вот еще один представитель семейства козлиных. Притом натуральный. Это точно. Таня? Таня? Извините, обознался. Еще одна бессонная ночь, еще одна потеря, и больше нет сил, да, теперь тебе я верю, да, теперь я знаю, это просто ветер, он забрался в мои мысли, далеко слишком, все, что у тебя осталось, это запись, никаких знак вопросов, метро номера, теперь воля, книжка, очень-очень, воля, я не знаю. Извините, что пришлось подождать, вот ваш заказ. Ух ты. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Макс. Здорово. Я, пожалуй, на работу выйду. Да, досрочно. Хватит, на отдыхался. Давай. До скорого. Слушай, дочь, я так рад, что ты пришла, как мама. Мама работает, как всегда. Я с Сережными родителями познакомилась. Ну, в общем, все хорошо. Слушай, дочь, не торопись ты замуж. Погуляй, пока молодая, свободой насладись. А Сережка, он твой, если честно сказать, пингвин. Почему пингвин? Почему пингвин? Не знаю. Конфеты, кино, букеты. Без фантазии. Не орел, одним словом. Ты ошибаешься, пап. Орел. Это он тебе? Угу. Поздравляю. И благословляю. Спасибо. Проба есть. Ну, а че ты? Зайка, чего ты загрустил? Ну, ну-ка, улыбнись. Видишь, как все у тебя отлично складывается. Смотри. Да, наврала я все, пап. Все ужасно. Его родители узнали, кто ты и… А че? Свадьбы не будет. Ничего не будет, пап. Не плачь, Зайка. Не плачь. Узнали. Да плевать. А кольцо обратно. Оставь себе на память. Да ну, о чем ты говоришь-то? Ты понимаешь, о чем ты говоришь? Понимаю. Я понимаю, что сейчас тебе больно, обидно. Но, Зайка, она жизнь такая штука. Все проще гораздо. А ты на сердце-то не держи. Все хорошо. Вот колечко продай и отправляйся на юг. Там раз… Да забудь ты о кольце. Оно не мое, понимаешь, папа? Послушай, мой совет. Не возвращай кольцо, дочка. Господи, да что ты мне советуешь? Ты что, меня жизни учишь? Как ты не понимаешь, ты меня всю жизнь искалечил? Я же… Я чудовище. Я… Я ненормальная. Ну, кто тебе сказал? Ты нормальная. Нормальная ты. А хочешь, я тебе скажу, что твоя нормальная дочь сделала? Что? Очень оскорбили ее одни люди… Кто? Неважно. Она долго плакала. Объяснила, что она не такая, как ты. А потом, знаешь, что сделала? Залезла в чужой карман и стащила кошелек. Поймали? Да какая разница-то? Я… Я в тебя превращаюсь, ты понимаешь? А я этого не хочу. И у меня есть выбор! Есть! Ну, конечно, есть. В чем проблема? Пап, я… Я больше к тебе не приду. Никогда не приду. Аленка! Аленка! Куда ж ты? О! Дочка! Вернулась! Молод… Вернулась! Вернулась! Это что такое? Ну? Я понимаю. Не поймали ракурс, я понимаю. Ну, почему такой свет на меня надо ставить? Ты посмотри, на кого я похожа в этом свету, ты посмотри! Я же старуха! Это не видно, что ли? Совсем обалдели! Мама моя! Да ладно, Пем, ты не пузырись, отлично увидишь. Знаешь что, Кеша, вот даже не спорь со мной. Ты за это отвечаешь! Ты в монитор смотришь, Кеша! Да. Ладно, я тебя хорошо знаю. Что ты такая напряженная, как с труда на контрабасе? Что случилось? Кеш, на. Влад меня замуж зовет. Да. Не знаю я. Ну что, прикольно. Хороший мужик, бровястый. Длинастый. Такие на дороге не валяются. Бери, пока есть. Знаешь что? Знаю. Чем пахнет? Секамора. Помни. И чтоб такого больше не повторялось. Да. Владислав Сергеевич, ваш заказ. Спасибо. Еще распоряжения будут? Нет, можешь идти. Подожди. А где кольцо? Ну оно там было. Что значит «было»? Я после мастерской пошла. Мне надо полчаса, и кольцо будет у вас. Я его, наверное, по дороге выронила. Но там нормальные люди, они ее вернут, правда. Угу. Хорошо. Стой. Сядь. Ну это недалеко. Я только на такси доеду, и я верну. Я понял. Сядь. 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 Нормальный вы, солидный, предель, и многим нравитесь. Тогда что ж вам не хватает-то, а? Если я такой солидный, нормальный, предель и многим нравлюсь. Что вам не хватает, я не понимаю? Я тоже ничего. Откуда все эти капризы вечные? Ну скажи, ты молодая, красивая, ты могла быть со мной? Да не бойся ты говори, ты могла быть со мной? Ну? Простите, пожалуйста. Ну вот скажи мне, вот ты бы могла бы такая красивая, умная, молодая быть со мной, а? Я бы спел так с тобой, да подожди, вот целовал бы тебя вот так, а? Не трогайте меня, пожалуйста, я кричать буду. Ну кричи, кричи, мне даже это нравится, давай. Да не трогайте меня. Мама! 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 Играет музыка. Папа, я тебя спешу! Папа, я тебя спешу! Что здесь происходит? Вызывай милицию. Да. Глаза. Я с вами попала. Ну ладно, можно я с вами попала? Помогите. Товарищ капитан, задержанная Некрасова доставлена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Я ждал тебя сегодня, как договорились Прости меня, Саш Присаживайтесь Меня зовут Александр Николаевич Хабаров Я буду вести ваше дело Саш, послушай меня, я все объясню Я не воровка, правда Я это уже слышал, Алена Петровна Вы не забыли, как мы познакомились? Вы же можете мне поверить еще один раз Ну просто поверить Я не брала кольцо Правда не брала, он напал Я защищалась Допустим Тогда почему кольца не было В коробке? Я не знаю Может быть я потеряла его где-нибудь по дороге Я хотела пойти посмотреть его А он набросился Неужели не понятно? Отчего же, вполне понятно Только вы не ответили на вопрос Зачем? Вы же мне все равно не поверите Для этого нет оснований Вы еще ничего не рассказали А я задаю вполне конкретный вопрос Где кольцо? Значит так, Алена Петровна Давайте сбережем друг другу нервы и время Ну, не до утраженным тут сидеть Расскажите мне Все как было И мы разойдемся с вами Довольные друг другом Ну что ж Ночь впереди длинная Влад Ой, милый Ну как ты? Ой Здравствуйте, Михаил Юрьевич Ну какой? Не волнуйтесь Ничего страшного Мы наложили швы Хотя Лучше бы Владиславу Сергеевичу Понаблюдаться у нас Несколько дней Согласна Да Знаете Спасибо за заботу Но я лучше домой И все-таки Голубчик, помните Что у вас швы и уши Ты уверен? Моя дорогая Никаких возражений Да, мой Спасибо вам большое Всего хорошего Счастливо Спасибо Спокойной ночи Только мы едем ко мне тогда, ладно? Никаких возражений Конечно Голова раскалывается просто Какой вечер испортили, а? Ну Я уже думал Сделать тебе предложение Я знаю Ты бы отказала Но Как было бы Красиво Ну Можешь больше Никогда сделать мне предложение Потому что я Я его принимаю Я принимаю Твое предложение В мат Не может быть Ты согласна Выйти за меня замуж? Я согласна Я согласна Стать твоей женой Осторожно Осторожно Потому что я тебя люблю Мой дорогой Люблю тебя А про девчонку эту забудь Ну как забудь Ну не стоит Нет, нет, нет Она украла Такой вечер Подарок Такие вещи я не прощаю Ладно, пойдем Садись назад А лучше приляг там Слышишь? Приляг, приляг Видишь? Это заявление господина Мощенко Я представляю, что он там написал Он утверждает Что ты украла у него кольцо Хотел вызвать милицию Ты запаниковала Ударила его Чем нанесла ему Черепно-мозговую травму Алена А это уже Совокупность преступлений Это не просто воровство Это еще и нанесение увечий Ты понимаешь? Понимаю Да ничего ты не понимаешь Да все я прекрасно понимаю Он богатый подонок И вы ему верите А я кто? Так? Секретарша Вам просто удобно меня посадить И все, что я вам сейчас не сказала Все равно не поверите Алена Да ты сама виновата Перестань сочинять Скажи правду Где кольцо И тогда Ну тогда будем смотреть дальше Хорошо Я скажу, где кольцо Правильно Молодец Молодец Только мне позвонить надо Один звонок И я вам все напишу Я тебе не верю Да пожалуйста Как хотите Один звонок Пожалуйста Одна минута И вы закроете это дело Черт с тобой Звони Только я при вас не буду Вы выйдите, пожалуйста Алена Алена, тебе не кажется Что это уже слишком? Одну минуту прошу Всего лишь Одну минуту Одну минуту Алло, здравствуйте А можно Некрасовый 108 Это очень срочно Что? Как выписался? Когда? Нет, не надо Аленка Алло Я уже дома Ты? Что, сюда подпись ставить? Да, конечно Подожди, ты что, уже все написала? Я Некрасову Алену Петровну отказываюсь Давайте Это что? Я хочу в камеру, мне больше нечего сказать Уверена? Уверена Хорошо, мы устроим Старшина Уведите Вторая терапия Слушаю Здравствуй Надеж Принимай гости Ты как посмел сюда вломиться? Ну, что ты, Надеж Урон тебе никакого Замок цел Вещи На месте Я вон Конфеты принес Не хочу тебя видеть, Петь Совести у тебя нет И говорить с тобой не хочу Ну, что такое говоришь, а? Ну, ведь не все у нас плохо было Ну, не все У нас же семья была с тобой И хорошая семья Ты меня любила, Вить Ну, скажи, любила Ну, что ж ты Ну, любила Больше жизни любила Дышать без тебя не могла Только ты все из меня по капле выпил И всю любовь по зонам да по тюрьмам растаскала Ничего вам не осталось, Петь Кроме ненависти Ненавижу я тебя, так ненавижу Что аж самое страшное Прости Люда Ну, что ж, правильно Заслужил Здрасте Заслужил Можно я хоть Аленку дождусь Петь Она Одна, кто меня любит Девочка моя Знаешь, я Так часто вспоминаю, когда Первый раз я ее увидел, два годика я была Болтает, остановиться не может Шустрая такая А ты лучше вспоминай, почему ты ее только в два года увидел Первый раз И вспоминай, как она родилась без тебя И почему А как ты ее воровать учил Тоже вспоминай Так, ладно, все, к Патер поговори Все, Петь, уходи Уходи, умоляю И Аленке ты не нужен Она еще сама не понимает Но не нужен ты ей Оставь ты ее в покое У нее и так жизни сахар Если любишь Уходи Я положил камни Ой Петь Хватит уже, а Что за клуна-да Петь Петь, ты чего? Сердце? Петь Петь О, Боже Где же у меня не торопись, где-нибудь это было? Петенька, я к соседке, я сейчас быстро, держись Петь 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 С Корсик ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Это не может быть! Это не может быть этого! Как мама и прошла. Прибрать бы, а? Лежи, лежи. Приберется она. Я приберусь. У тебя был гипертонический криз. Представляешь себе? Я на работу позвонила, тебе дали отгул. Так что лежи. Чай вон попей. Аленка в тюрьме, надо что-то делать. Ой, Надежда, я не знаю, сейчас начнутся суды, колонии. Ну как ты с твоим здоровьем все это потянешь? Ну что ты делаешь? Ну что ты делаешь? Спасибо, Света. Спасибо. Ну куда? Ну куда ты? Чай вон попей. Сладкий. Да сладкий. Ты мне скажешь, куда ты собралась? К Муромцу. Так, адрес напиши. Адрес напиши. Ну так что скажешь? У тебя же все записано. Украла и спрятала в книжку. Посмотри. За что твой отец просит у тебя прощения? А ты, ты где это нашел? Там же, где и кольцо. Книга, ремарк, три товарища. Видимо про любовь. Ты почитай, знаешь. Обязательно почитай. Обязательно. А хочешь, я тебе скажу, как дело было? Очень интересно послушать. Это твой отец тебя подговорил, чтоб ты украла кольцо. Ты знаешь, только я одного понять не могу. Как ты на это согласилась? Ты ведь девочка не глупая. Неужели ты думала, что шеф тебе поверит? Все. Хватит. Давай бумажку, напишу тебе сейчас все. Признание чистосердечное. Что смотришь, давай! Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Я Кулентине Алексеевне. А ее нет. А она зачем вам? Понимаете, я должна поговорить с ней лично. Наташа, кто там? Да вот Мурубцеву просит. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы, собственно, кто? Владислав Сергеевич, я... Я мама Алены Никасовой. Ну и, собственно, что вы хотите? Я хотела поговорить с Валентиной Алексеевной с вами об Алене. Вы знаете, мне кажется, нам с вами не о чем разговаривать. И я вас убедительно прошу оставить мою невесту в покое. Нет, нет, я понимаю, она виновата. Она очень виновата. Но... Вы должны ее простить. Я никому ничего не должен. Я вас прошу. Владислав Сергеевич, вы не можете посадить Алену в тюрьму. Она... Она родная дочь Мурубцевой. Я, Некрасова Алена Петровна, чистосердечно признаю, что обокрала и нанесла телесные повреждения... Ты что, больная? Ты понимаешь, что ты написала? Это что ты хотела? Господи, какая же ты дура, а? Я в камеру хочу. А ну сядь! Ну что ты от меня хочешь, а? Говорю, не крала, не веришь. Говорю, украла, орешь на меня. Я же написала тебе все, что ты хотела. Ну все, закрывай дело. Ну что, ну зачем ты это делаешь? Чего? Давай-ка еще чайку попьем. Я тебе больше ничего не скажу. Ну сегодня не скажешь, завтра скажешь. Угощайся. Вы можете мне не верить, но Валя поймет, что я говорю правду. Слушайте, не надо трогать Валю. И не надо здесь плакать. Так все, мне это надоело. Наталья, выведи ее. Женщина, нам не до разговоров сейчас. Ну идите, ну не хотят. Ой, да шипра такой же не придут. Разговаривать. Все. Ну что это такое? Слышала? Дочь воровка, мать вообще какая-то сумасшедшая. Да вот может и не сумасшедшая. Что ты хочешь сказать? Да Валька как-то по пьяни рассказывала, родила, мол в шестнадцать лет. Девочка умерла. Да. Вот оно что. Чего ж она мне... Послушай, а братец твой об этом ничего тебе не рассказывал? Братец мой. Ты же знаешь, он меня всю жизнь игнорировал. И ты оставил все это дрянью. Ну... Ты представляешь, если это правда, а? Подожди. Подожди, подожди. Она сказала, что работает где-то в больнице. Послушай, может она просто узнала про Валина Горя и решила шантажировать? Дурак ты, Владик. Ну что, что? Ну не шантажируй так, это легко проверить. Черт, а. Этого нам еще не хватало. О, влипли-то, а. Влипли, Владик. Наследница объявилась. Ну да. А наследница нам ни к чему. Ой, ни к чему. Да. 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 Можно хотя бы немножко воздуха подышать? Пожалуйста. Ну, давай подышим. Кури. Не куришь? Молодец. А мне вот дочурка одну за одной смолит. У вас побеги были? А смысл? Все равно догонят и еще впаяют. Знаете, мне очень-очень нужно. Мне бы одного человека подать. По жениху соскучилась. Да нет, но я про отца. А ждет ли тебя оседство? Эх, девонька, девонька. Турков, заканчивай, ехать пора. Ну, все. Подышали. Давай. Залазай. Подождите, простите, вас Володя зовут? Ну да. Володя, помогите мне, пожалуйста. Ну вот что вам стоит? Дверь не до конца закрыть. А я на перекрестке тихонько выйду. Девонька, ты что, перегрелась? С чего это я должен тебе помогать? Ну вы же добрый, я знаю. Я добрый? Но я не мать Терезы. Я найду вам денег. Обещаю. Честное слово, найду. Ну достанешь, тогда и проговорим. А пока, девонька, давай, залазай в машинку. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да что ты будешь делать? Ой, что, что такое? Что? Что? Ударил? Кровь? Нет? Да нет. Сейчас, подожди. Ой, вот, ой, воды сейчас, водички, в воду сунь, в холодную. Ага. Ага, давай, все. Ох, шибанул. Ой, господи, молоток ты, поди, сто лет не держал, да? Ага. Слушай, Лид, пойду-ка я, наверное, ну чего я не вижу, объедаю тебя. С меня толку, как с козла молока. Я что, не знаю, как эти деньги ты зарабатываешь? Да куда ты пойдешь-то? Ну, домик хоть и в пригороде, зато места всем хватит. Да при чем тут дом, Лид? Ну, куда ты пойдешь? Воровать опять. Нет, настоящую работу хочу найти. Я дочке пообещал, что все теперь будет по-новому. А получится? На этот раз, должно получиться. На этот раз, должно получиться. Петь, слушай, так, ну-ка, нет-нет-нет, все, это на место положи, а то ты себе всю руку отобьешь, пойдем-пойдем, места дам покажи. Пойдем-пойдем. Надо же, шибанул как. А в детстве колотил, даже помню бабушке. Да помню. Миквиду, я дочку, ладно? На, какая-то. Ничего, Мишка, сиди. У меня еще одну. Теперь себе. Вскрываемся, бабы. Ну, извиняйте, подруги, ничего не попишешь, прет мне сегодня. Да. Если б только сегодня. Тебя каждый день прет. Извини, пожалуйста. Знаете, мне тоже, а не западло с нами играть? Не боишься запачкаться? Заткнись. Мы на интерес не играем. Башли-то имеются. Имеются. Здравствуйте. Я к Валентине Мурманцевой. Вам заказывали пропуск? Нет. А без пропуска нельзя. Поймите, это очень важно. Ну, не знаю. Вообще-то Мурманцева сама людей для шоу отсматривает. Меня не нашел. Скажите, а вы конверт можете передать? Ну, хорошо. Увижу, передам. Вот. Угу. Хорошо. Только, пожалуйста, лично в руки. Да вы не волнуйтесь, я передам лично в руки. Что-что такого. Спасибо. Спасибо. Здорово, Борис. Владислав Сергеевич, мое почтение. На вас пропуск сегодня не заказывали. Ха, бюрократ ты, Боря. Хочу невесте сюрприз сделать. Пустишь. Сытое дело пущу. Спасибо, Боря. А, Владислав Сергеевич, тут для Валентины Алексеевны письмецо оставили. Может быть, передадите? Да, конечно, давай. Что это, очередное любое на послание? А от кого это? Да нет, тетка какая-то принесла. Житья ей нет от этих поклонниц. Давай. Мне 26-го. Подождите, как отказалась Прокушеве? Дорогуша моя, это профессия твоя сделать так, чтобы Прокушева не смогла отказаться. Вот что нам делать у нас два часа до эфира? Валентина Алексеевна, она внезапно позвонила и сказала, что она передумала. И что? Что, Кеша? Белка, перестань рвать душу. Винь такое было. Время еще есть. Да? Да. Мне за всех отдуваться, понимаешь, Кеш? Мне. На вас вообще ни на одного нельзя положиться. Какая у нас тема заявлена? Несчастный случай, изменивший мою жизнь. Так. Какой запасной вариант? У нас нет запасных вариантов. У нас в разработке была только одна тема. Несчастный случай, изменивший всю мою жизнь. Кеша, это ты, несчастный случай, изменивший всю мою жизнь. Не называй меня белкой, пожалуйста. Ни на кого нельзя положиться здесь. Извините, я кажется, что-то помешал. Влад, а ты что? Ты зачем приехал? У тебя же постиг на плюш. Да все уже прошло. Привет. Может быть, покушаем? Ну, я не могу. У нас ЧП. Ну, неудобно. Отказываться надо. Смотри, человек, какой красивый. Бэтмен вон в таком костюме с цветами пришел. Кеша, ты мне, пожалуйста, не говори, что мне делать? А ты что, нет? Мы что-нибудь придумаем. Стоп. Я не переживу вашего креатива больше. Значит так, дорогая моя. Либо ты уговариваешь прокушу, либо героиня будешь сама. Усекла? Все. Влад, увези меня из этого болота. Я скоро вернусь. Ты есть хочешь? Нет. Нет. Давай я фокус покажу. Говори число. Три. Три. Да? Три. Ага. Раз, два, три. Запомнил? Точно? Да. Все. Кладем. Так. Показываю. Увидишь свою. Накрыл рукой. И дунул. Понял? Да? Все. Ага. Смотрим. Ух ты. Не моя. Не твоя? Дядя Петя, как это у тебя получилось? Ловкость рук. Хочешь на учебу, в школе будешь показывать. Да, ну, не получится. Я бестолковый. Чего это не получится? Аленку я научил. Ты сразу научишься. Давай. Давай попробуем. Дядя Петя. Давай. Так, кто это тут собирается что-то пробовать? Мама, мама, дядя Петя настоящий фокусник. Только беги, поиграй, радость моя. Мне с этим фокусником толковать надо. Чего ты волнуешься? Это же просто фокус. Говори через слово. Ты мне это прекрати. Он потом бы по-настоящему по карманам шарить начнет. Не надо так со мной. Как? Так. Хочешь, я прямо сейчас из дома уйду? Ну, пей ты. А я борщ сварила. Пойдем, вами дай. Борщ она сварила. Мне хватит. Ну, скрываемся? Нет. Мне еще одно. Ух ты. А дуванчик-то у нас рисковый. А плакать потом не будешь? К тебе жаловаться не пойду. Посмотрим. 21. Аплодисментов не надо. Все, Калина, я голая. Я тоже последнюю поставила. На этом разрешите откланяться? Ты что гонишь, а дуванчик? Как откланяться? Играем. А есть на что? Я на интересное не играю. Вот, сука. Есть у меня бабки. Эй, Эм, ты что делаешь, Калина? Ты что делаешь? На, подавись. Нельзя общак на холм ставить! Учить меня будешь! Ты будешь сдавать или нет? Спасибо, но у меня хватит на сегодня. Сидеть! Заскочить надумала? Не выйдет. Сдавай, а то попишу. Саня, ну что, Некрасова частуху подписала? Нет, старик, дело только запутался. А что там не ясно? По-моему, все понятно. Колечко мы нашли. Сейчас, извини. Владислав Сергеевич, это капитан Хабаров. Нам надо встретиться. Вы сейчас где? В каком кафе? Хорошо, я сейчас подъеду. А сюда нельзя его было вызвать? У господина Мощенко травма. Вызывать его к нам было бы негуманно. Уж лучше Якову. Стой. Сань, ну что ты так с ней носишься, а? Слушай, Макс, а ты ремарка читал? Чего? Ну, ремарка. Писатель такой, он написал три товарища. Сань, у тебя нормально все сегодня? Температуры нет? Ладно, проек. Ладно, проектируйте. Ладно, проектируйте. Попробуй. Себе. Игра кончена. Теперь все? В чем дело, я выиграла? Ты проиграла. Да все же видели, я честно играла. Честно? Ты походу катала. Что? Предупреждать надо, так что успокойся. И не ерепенься, одуванчик. На, забери свою пятихатку. Я катала? Ты меня за руку поймала? Если бы поймала, я бы тебя порвала. Ну так скажи спасибо, остаемся при своих. Сын Павлович. Отпусти! Молчи, сучонок. Шифер! Картишки режемся. Ставки принимаются? Все карты быстро на стол. В карцере сгнаю. Больше предупреждать не буду. Калинина на допрос к следователю. Быстро! Шевели копытами! Привет, сын! Я тоже по тебе скучаю. Как дела? Это хорошо, что хорошо. Как в школе. По математике. Ой, молодца. В кино идете? Втроем. Втроем. Да, конечно, не буду мешать. Собирайся. Ну, потом расскажешь о чем-нибудь. Ладно? Пока. Ага, вот это твой коктейль. То есть, я была права, да? Спасибо. О, а вот и наш капитан. Здравствуйте. Добрый день. Познакомьтесь, Валентина. Валентина, очень приятно. Александр Хабаров. Да. Присаживайтесь. Спасибо. Александр Хабаров. А как ваше отчество? Николаевич. То есть, вы Александр Николаевич Хабаров. Потрясающе. Что? Наверное, это просто совпадение. Да. Просто дело в том, что я тогда училась в школе. В общем, мою первую любовь, так скажем, звали Николай Хабаров и Николай Владимирович. Он был педагогом у нас в школе по географии. И супруга, кстати, тоже работала его у нас. Анна. Ну, в общем. Сергей. Сергей. Анна Сергеевна. Хабаров. Это ваши родители? Извините. Вот какой у нас маленький город. Ну, рассказывайте. Какие новости? Колечко ваше нашли. Ну вот. Спасибо большое. Да, не за что. Вот, сыщик, а. Спасибо. Да, спасибо вам. Я даже не знаю, как вас теперь благодарить. Ой, да не стоит благодарности. Это моя работа. Так что, не беспокойтесь. Александр Николаевич. На душе. Вы не могли бы меня сегодня вечером выручить? Я вас прошу, пожалуйста. Каким образом? У меня к вам дело. Дело в том, что я веду передачу. В прямом эфире вечером идет передача разговор по душам. И у нас сегодня нет героя. Так получилось. Сегодня просто аховые ситуации. Может быть, нас выручите действительно. Приходите к нам сегодня, станете нашим героем. Пожалуйста. Я не знаю. Ну, пожалуйста. Вы нас просто спасете. Что я делать должен? Да ничего вы не должны делать. Вы должны прийти. Говорили просто, ну, о вас, о вашей работе. Вот просто какой вы есть с бабочкой. Как шишка идет, как кольца находите. Да? Просто ничего страшного. Я составлю список вопросов. Мы с вами поговорим и все. Ну, я так понимаю, вы... Скорого меня нет. Пожалуйста. Я вас очень прошу. Хорошо. Сейчас. Вот, звонит твой помощник. Кеша. Кеша, я сейчас приеду. Ну, ну, все, перестань кричать. Сейчас приеду. Вам не нужна машина? Ой, нет, спасибо. Сейчас я еду, Кеша. Я умею пешком ходить. Я не сменялась. Вы меня не подведете? Ну, раз так, то тогда мне надо срочно ехать на студию. Да. Я вас очень прошу, не подведите меня сегодня. Я буду вас ждать. Вам позвонит моя помощница. Хорошо. Ладно? Все, мой милый, береги себя. Пока. Перебиви свою голову. Сразу домой. Хорошо. Иди домой, ладно? Да. Очень хорошо. Ну, все, счастливый мальчик. До свидания. Значит, вам позвонит моя помощница и скажет, во сколько и где вам нужно быть. Ладно? Вам точно не нужна машина? Нет, спасибо. Ну, счастливо. До свидания. Пока. Пока. Владислав. Да? У меня к вам серьезный разговор. Ну, если серьезный разговор, тогда я думаю, что надо... Перекусить и закусить. Нет, спасибо. Нет? Ну, чем, что жарко-то? Ну, хорошо. Я вам рекомендую, кстати, здесь очень хорошая рыба, нет? Если можно кофе. Ну, кофе-то кофе. Девушка, будьте любезны. Один кофе, пожалуйста, и вот вашу рыбу. Да. Спасибо. Ну, рассказывайте. Вот все-таки интересно, как Аленка с тобой будет, когда узнает. Мать не та, что родила, а та, что воспитала. Ну, это понятно. Ну, если бы Валентина сама ее бросила, то одно дело, а тут совсем другое. Ой, Света, не береги ты мне душу. Как будет, так будет. Лишь бы она Аленку вытащила. Ой, вообще, я думаю, вот зачем? Зачем ей дочка-воровка? Да не воровка она, Света. Да может, она вообще детей не любит? Не любит она детей. Она же до сих пор не завела. Ну, ты что, забыла? Она же не может своих-то иметь теперь. Она и поможет. Ведь Аленка ее единственная дочь. Единственный ребенок. Представляешь. Ну, так что, эта воровка созналась? Алена не воровка. Кольцо у нее украли. Вот как? Кто? Пока я не могу этого сказать, это тайна следствия. Владислав. Вы бы не могли чисто по-человечески простить ее. Ну, зачем девчонке судьбу ловат? Вы хотите, чтобы я забрал заявление? Кольцо найдено. Вы, слава богу, живы-здоровы. Я вас очень прошу. Заберите заявление. Нет, я хочу, чтобы она села. Откуда такое горячее рвение? Боишься, что твоя невеста узнает, что ты к девушке приставал? Послушайте, капитан, я взял ее на работу, без всякого опыта, на свой страх и риск. Премии я ей выписывал, хотя было не за что. Ну, так и с жалостью. У нее же мама больная, а она мне голову проломила. Вот это факт, а все остальное эмоции. Поэтому я вас очень прошу, не обращайтесь ко мне больше с этой просьбой. Заявление я не заберу. Хорошо. Я вижу вам значительно лучше. Да, спасибо. Давайте проедем в отделение, мне надо оформить возврат кольца. Алло, Макс, привет. Привезите мне подследственную Некрасову. Да, прямо сейчас. Вы не торопитесь, кушайте. А я вас тут подожду. Не возражаете? Нет. Приятного аппетита. Так, четыре буквы. Хомут на шею. Ермо. Ермо. Годится, Ермо. Годится, Ермо. Ермо. Так, тут зона. Зона. Так. Ты че? Че встала? Швили копытами. Некрасова. На допрос. Убил. Кошмар, а? Прокушева трубку не берет. Ну, что ж теперь делать-то? Что делать, что делать? Коллеги мои, блочники. Пришла спасать вас. Как всегда, в общем. Нашла человека? Или решила сменить тему? Предупреждаю, сценарий расписан. Только под несчастный случай. Держи. Кто это, Валентина Алексеевна? Учись, пока я жила. Это наша сегодняшняя жертва. А это телефон человека в райотделе. Моего человека, которому, пожалуйста, позвони и спроси, сколько мы ему должны. А это его личное дело. Значит, ты сейчас дуешь в архив и ищешь мне все криминальные сводки за 88-й год. Это было в мае, незадолго до последнего звонка. Хорошо. Дорого? Не жидись. Интереска. Некрасова напала на меня и нанесла мне телесные повреждения, повлекшие за собой сотрясение головного мозга с временной потерей сознания. Гражданин Мощенко, распишитесь. Я могу идти? Да, идите. Саша, я ведь первый раз правду говорила. Он действительно меня хотел изнасиловать. Не веришь? Да я-то тебе верю. А вот суд поверит ему. Ну почему ты не хочешь про отца рассказать? Ну и что мне с тобой делать? Отпустить подписку. Ну ты же можешь? Да не могу я. Извини, но пока не могу. Я ведь тебе нравлюсь. Давай перенесем этот разговор на завтра. Хорошо? Макаров! Ну пока. До завтра. Все что-то правду-законно. Все что-то правду. Законно. Я нашла деньги. Какие такие деньги? Как? Вы же обещали. Нельзя обратно возвращаться. Ну, ладно. Давай, что у тебя там? На фотофоре остановимся, выпрыгиваешь. Не дай его поймать, я и с ним при чем. Сам поняла же, тебе же хуже будет. Добрый вечер. Александр Николаевич, спасибо, что вы пришли. Что-то руки у вас ледяные. Нервничайте. Да, вы знаете, как-то не по себе. Я тут захватил статистику правонарушений. Хорошо. Хорошо. Вы, главное, внимательно слушайте мои вопросы, искренне отвечайте и ничему не удивляйтесь. Ну что, давайте причешем Александра немножко. И, Ань, запускай на руку. Итак, Александр, как случилось, что вы решили пойти работать в милицию. Так жизнь сложилась. Долго рассказать. А позвольте, я начну. Я немного знаю вашу историю. Внимание на экран. Родители Александра, Николай Васильевич и Анна Сергеевна Хабарова были школьными учителями. Все было как в сказке. Они любили друг друга, жили счастливо, растили сына и умерли в один день. Что происходило в тот злосчастный день? Расскажите нам, Александр. Об этом очень тяжело говорить. Я понимаю, я лично. Зрители, которые сегодня присутствуют в этой студии, телезрители, которые сегодня с нами в прямом эфире, мы все сопереживаем им, Александр. Как бы он в Альке сейчас в Пахаре не съездил. Какой кошмар, а? Николаю Васильевичу нанесли 10 ножевых ранений. Он пытался защитить жену. Это было убийство с целью ограбления. Преступники вынесли из дома ценности, телевизор, видеомагнитофон, накопленные на ремонт деньги. Дело закрыли за недостаточностью улик. Убийц не нашли. Верно, Александр? Верно. Не нашли. Наш герой попал в детский дом. Он остался сиротой. Вы уже тогда решили стать следователем и посвятить этому жизнь, чтобы найти убийц? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты что творишь, гад? Я же тебе все деньги отдала. Только вяк, павелка. В карцере сгниешь. Давай, веди свой карцер. Они меня убьют в камере. Это уже твои проблемы на сутки. Топай! Топай! Топай, тебе говорят! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА И последний вопрос. Скажите, Александр, а вы верите в любовь с первого взгляда? Верю. АПЛОДИСМЕНТЫ Наш герой пережил трагический случай, изменивший всю его жизнь, но не потерял веру в людей, в дружбу и в любовь. С вами была Валентина Муромцева в самом честном ток-шоу «Разговор по душам». Будьте здоровы. До завтра! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Александр Петрович. Александр! Ну, типа, помнишь? На стол. Спасибо. Спасибо большое. Очень приятно. Спасибо. Где общак? Это мои деньги, я выиграю. Я же тебе сейчас глазоньки выцарапаю. Отойди от двери. Отойди от двери. Откройте дверь! Откройте дверь! Откройте дверь, пожалуйста! Откройте дверь! Откройте дверь! Александр, как замечательно, что вы меня дождались. Я очень хотела с вами поговорить. Я виновата перед вами. Я очень хочу извиниться перед вами. Сегодня был очень сложный день. И у нас, и у вас. Я просто действительно по-человечески хочу извиниться. Просите меня, пожалуйста, если можете. Не стоит. Очень неловко перед вами. Не стоит это ваша работа. Нет, нет, нет. Сегодня просто был ужасный день. Я сам дурак. Я думал, Валентине Муромцевой будет интересна статистика. Спасибо. Вы просто большой молодец. Я прошу прощения за все, что происходило сегодня. Если честно, я вас обманул. Ага. Интересно. Да, я никогда не мечтал быть следователем. Да вы что? Да. Я хотел быть врачом. А после армии пошел в автосервис. Вот так вот. А дальше? Да. Посмотрел кино про бандюков. Ага. Увидел, как гопота в бригады сбивается. Ну и противно от всего этого стало. Тем не менее, я ваша должница. Зря, конечно, вы это не рассказали сегодня. Потому что зрителям, конечно, было бы это очень интересно. Но вы же не этого от меня ждали. Ну простите меня. Ну серьезно. И знаете, что у вас теперь есть добрый друг. Все, что хотите, для вас сделаем. Спасибо вам огромное. Я очень рада с вами познакомиться. Валентина, я не просто так вас жду. А что? Есть девушка. Так. Очень хорошая девушка. Вся ее жизнь может полететь под откос. Вы можете ей помочь. Да, конечно. Что я могу сделать? Ее зовут Алена Некрасова. Так. Попросите Владислава забрать заявление. Я поняла, о ком речь. Я не знаю даже, что вам ответить. Дело в том, что у нас с Владом есть негласная договоренность. Друг на друга не давить. Ни при каких обстоятельствах. Я, конечно, могу с ним поговорить, но я не могу вам гарантировать. Значит, не хотите мне помочь? Да нет, я просто не могу. Извините. Правда. Но я постараюсь. Постараюсь. Я могу вас куда-нибудь, может быть, повезти? Нет, спасибо. Нет? Ну тогда до свидания. До свидания. Счастливо, удачи вам. Да. Что с ней? Она жива? Счастливо, удачи вам. Субтитры подогнал «Симон» 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 Что-то я в колонку. Успокоительное. Ладно, пойдем, не будем мешать выздоровлению. Ты иди, иди, я здесь посижу. Знаешь, вообще-то не положено. Я тебя предупредил. Я тебя предупредил. Ну, будь, капитан. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Кто здесь? Это Яве. Ты меня не видишь? Сейчас я врача позову. Нет, нет, не надо его, пожалуйста, не надо, не надо. Алена, тебе, наверное, не очень хочется вспоминать, но я обязан спросить, как это произошло? Никак не произошло. Упала, споткнулась неудачно. Лена, не бойся ничего. Я обязательно найду и накажу виновных, обязательно, я тебе обещаю. Накажешь, не сомневаюсь, как и меня наказала. Наказание соизмеримое с преступлением, да? Я помочь хотел? Помог. Спасибо тебе. Ну и как наша мнимая больная? Пойдем поговорим, доктор. О чем? Пойдем, есть о чем. Ну, пошли. Да ты мне кофе принес? Да, с молоком? Да. А чего себе кофе носят, цветы дарят. Вот замуж выдаюсь и кончат с романтиком. Знаю, знаю. Клятвенное торжество, обещаю кофе и цветы в постель вместе с собой каждый день. Ну, не обещай. Почему? Ну, не каждый день. А то мне надоест. Так, где ж мои запонки, а? Слушай, чуть не забыл, я вчера письмо на вахте забрал, забыл тебе передать. О, это надо выбросить. Ну, выбросить так выбросить. Угу. Очень вкусный. Слушай, а если что-нибудь важное? Может, лучше прочитать? Ну, давай прочтем. Так. Раз. Вот. Все, пишут и пишут. Ну, что там? Уважаемая Валентина. Насклицательный знак. Какая-то полоумная. Очередная дочка-фанатка. Которую найдут дочерицу. Чего хотят? Ой, деньги. Все хотят денег. Послушай, я бы на твоем месте был бы поосторожен с этими твоими поклонниками и поклонницами. Вот так заявятся к нам в дом. Угу. Что будешь делать? А мы в гости позовем. Заходите, скажем, гости дорогие. И ты им кофе сваришь. Кофе только тебе. Ну, ладно, давай собирайся. А то у нас с тобой еще много дел сегодня, да? Угу. Я пока пойду, побреюсь. Я тебе в третий раз говорю, капитан. Она симулянка. Послушай, ты ведь не специалист в этой области, верно? Нет, не специалист. Так давай вызовем офтальмолога. Пусть он ее осмотрит. Да никого я звать не буду. Офтальмолог нас с тобой на смех подымет. Хватит, натерпелся от этой симулянки. Я ей верю. Ты достал уже, капитан. Да навидит ты лучше. Нас с тобой отлежиться пару деньков. И назад, в камеру. Товарищ майор, товарищ майор, капитан Хабаров, ваш подчиненный? Ваш, да? Вы его сами приструните, или мне на него докладную писать? Давай быстрее, еще одна машина впереди. Дает, дает. Сейчас. Так, все, хватит. На, держи. На пиво. Так. На больше не заработал. И давай отсюда. Ну, давай знакомиться, дочь. Меня Зоей Егоровной звать. Я тут санитарио. А ты, значит, ослепла. Ты прости, я докучать-то не стану. На, вот яблочко возьми. Возьми, возьми. Ну, поешь. Спасибо. На здоровье. Ой, Господи. А можно я руки помыла? Да, конечно. А можете, Стас? Да, давай, давай, моя хорошая. Ой, Боря-то какое. Ой, держи, извиняюсь. Вот так, потихоньку. Молодая, красивая. Так. Давай. Вот и водичка. Давай, давай, давай. Вот так, вот так. Держи полотенце. Затирайся. Ничего. Ничего, девочка моя. Главное, ты жива. Все будет хорошо. Ну, все, пойдем. Ну, все, пойдем. Так. Не волнуйся. Что-то я нервничаю. Ну, я свою фамилию пишу. Да, конечно, конечно. Как тебе будет удобно. Нет. Я не могу. Что случилось? Не-не-не, ну. Мы не должны этого делать. Простила. Подожди. Я притягиваю несчастья, как можно. Перестань. Какие ты несчастья притягиваешь? Ну, успокойся, я тебя прошу. Ну. Ну, что случилось? Андрей погиб в тени свадьбы. Не боюсь. Не боюсь. Послушай. То, что случилось, и его не вернуть. Ну, подожди. Пойдем, пойдем. Не надо ничего бояться. Не надо ничего бояться. Успокойся. Тебе надо думать о себе. Тебе надо думать о будущем. Ну, да, наверное. Ну, давай. Я напишу это заявление, и все. Не бойся. Давай паспорт. Не бойся ничего. Так, пинишем. Мы с тобой такую свадьбу закатим. Весь город будет гулять. Так давай без пафоса, ладно? Ну, как скажешь, без пафоса, так без пафоса. Слушай, давай распишемся прямо сейчас, а? Без пафоса, без свидетелей, без этих чертовых колец, а? Ну, давай. Прямо сейчас? Прямо сейчас, ну что? Вызывали, товарищ майор. Вызывал Хабаров, садись. Что у тебя с доктором произошло? Вот гаденыш, настучал уже? Ты что себе позволяешь, капитан? Иван Михайлович, подследственная Некрасова потеряла зрение. Эта докторишка, вместо того, чтобы оказать ей помощь, хочет упрятать ее опять в камеру. А с чего ты доктору не веришь? Вот он пишет. Легкое сотрясение мозга и никакой слипоты. Он относится к ней предвзято. А мирового масонского заговора против твоей Некрасовой нет? Товарищ майор, я прошу отпустить Некрасову под подписку о невыезде. Мы можем это сделать в связи с состоянием ее здоровья. Можем. Да не могу, Саша. Она Владислава Мощенко по башке долбанула. А Мощенко у нас кто? Уважаемый человек. А невеста его на телевидении работает. Некрасова выпустила. Они вдвоем такую бучу поднимут. Девчонке нормальная клиника нужна, Иван Михайлович. Нормальная. Да нет проблем. Иди к Мощенко. Проси, пусть заберет заявление. И будет нам всем счастье. И будет нам всем счастье. А вот актриса, а, погорелого театра. Я не понимаю, о чем вы. Вот только слабоумие передо мной не надо имитировать. А вы можете мне не верить, мне все равно. Ну-ну. Вот что, Некрасова, когда ты отсюда выйдешь, а выйдешь ты отсюда, я так думаю, года через три, передай от меня большой привет своему папаше. Валентина Муромцева. Да, да, та самая. Хотят расписаться прямо сейчас. Хорошо. Хорошо, хорошо. Разрешили. Ага. Представляете, вы у нас люди уважаемые, поэтому в порядке исключения. Ну-да. Если хотите без формальностей, то расписаться можно вот здесь и здесь. Очень хорошо. Так. Влад. Влад, давай действительно по-человечески подождем. Мы же с тобой уже обо всем договорились. Извините, пожалуйста, я, мы передумали. Извини. Извините. Один раз он тебя уже послал. Саня, он тебя еще раз пошлет. Надо по-другому действовать. И как же? Ну, на самом деле, вариантов масса. Я предлагаю устроить твоему клиенту маленький конец света. Спасибо, Макс. Думаю, до этого не дойдет. Подолжи штуку до аванса. Без проблем. Держи. Здравствуйте. Здравствуйте. Оксан Николаевич, вы извините, что я надоедаю. Но я думала, может быть, вы разрешите свидание. Извините, пока не могу. Да. Но тогда вот я, Лене, купила яблоки, апельсины. Может быть, передадите? Конечно. Извините, Надежда Ивановна, я очень спешу. Спасибо. Некрасова, кто разрешил выходить в коридор, а? Молчишь? Ну, раз уж вышла, иди ко мне. Ко мне, Некрасова, ко мне. Ну, быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее. Сара Бернара. Поднимайся, поднимайся. Почему больные по коридору гуляют? А так, та же слепая. Господи, куда она тянется? Слепая, сейчас проверим, какая она слепая. Я тебе прописываю трудотерапию, Некрасова. Взяла тряпку и быстро пол вымыла. Алексей Петрович, зачем же? Давайте я сама все приберу. Тряпку дай ей, иди работай! Ну, давай, давай. Смелее, смелее, артистка. Смелее. Быстрее, быстрее. Шеф, похоже, задерживаются. Зря вы от кофе отказались, Александр Николаевич. Ничего, ничего, не беспокойтесь. Никого ко мне не впускать. И ни с кем не соединять, я занят. Владислав Сергеевич, поговорить бы. А, это вы? Я вас слушаю. В приемной как-то нехорошо. Я вас внимательно слушаю. Некрасову вчера избили в тюрьме. Она сейчас в больнице. У нее большие проблемы со зрением. Я очень сожалею, но, тем не менее, заявление я не заберу. Послушай, ты. Ты мне не тычь. Не у себя в кабинете. Я сказал нет, значит нет. Все. Извините. Макс, что ты там говорил про конец света? Ага, созрел, значит. Не волнуйся, к вечеру клиент будет счастлив исполнить любое твое желание. Все, пока. На что, начальник? Через пять минут, чтобы была подписана частуха. Ты понял? Ага, хорошо. Сереж, прости, пожалуйста. Прими клиента, а? Давай, заходи. Так, звезда. С сегодняшним эфиром все понятно. Это на завтра. А что вчера произошло? А что вчера произошло? Кеша, у нас прекрасные цифры. Что еще надо? Валя, в этой жизни не все измеряется рейтингами. Мне шеф звонил. Он в ужасе как-то зачмурил этого бедного мента. Да? Да. У меня был какой-то выбор. Кто вчера укусил Прокушеву? Скажите спасибо, что я вас спасла. Да, я импровизировала. И в интернете такой дурь пишет. Ой, Валентина Алексеевна, может кофе? Пошла вон отсюда. Ну, Валентина... Ты уволена! Дура. Вообще обалдлива. Клевый прибамбас. Бриллиант. Ну, давай, мать, рассказывай, что на самом деле произошло? Я замуж не хочу уходить. Лажа. Влад зовет, а я не хочу. И потерять его не хочу. Не знаю, вот что делать. Воложение. Ой, а где эта кукла по силе кофе сварит? Ты ее уволила. Типа, правда? Ага. Мучить переделать? Будем назад трудоустраивать. Ань! Вот фрукты. Спасибо большое. Мама передала. Ты зачем ей сказала? У нее сердце больное. Ты сказал ей? Успокойся, нет. Не говори. Хорошо. Давай почищу. Спасибо. Ален, я не сижу сложа руки. Я надеюсь, что скоро вытащу тебя отсюда. Сам ты в это веришь? У меня такое ощущение, что я никогда отсюда не выберусь. У тебя временная потеря зрения. Из-за стресса я наводил справки. Но со временем все восстановится. Правда, для этого нужна благоприятная атмосфера и свежий воздух. Саша, поговорю с доктором. Пусть он мне прогулки разрешит. Санитарка сказала, что другим заключенным разрешают. Обязательно поговорю. Я шипец. Очень трогательный, капитан. Только вот не могу я разрешить прогулку. Она ведь симулянка. Сбежать еще чего дурно. Ну-ну-ну-ну. Какой побег? Тут территория огорожена и охраняется. Какой побег? О, дорогуша. Да я смотрю, у тебя личная заинтересованность из всех челей брет. Не зли меня, доктор. А то я тебя проверками замучаю. Ты у меня объяснительные сутками писать будешь. У тебя тут в больничке нарушений. В вагон и маленькая тележка. Понял? Я так понимаю, молчание знак согласия? А твою личную ответственность? А как же? И расписочку мне напиши. Ежели что случится, я не виноват. Извини. Напишу. Напишу. Владислав Сергеевич, к вам пришли. В чем дело? Я же сказал, что у меня... Извините. Гражданин Мощенко? Да. В чем дело? Капитан Устьянцев. Отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Чем могу служить? По некоторым данным, на компьютеры вашей фирмы установлен паленый софт. Так что мне необходимо провести экспертизу. Простите, я не понял, что у меня паленое? Винда у вас паленая. Пользуйтесь нелицензионными программами. Нехорошо. Ребята, я не понял, что за ерунда. Я вынужден забрать компьютеры вашей фирмы. И ваш компьютер в первую очередь. Проверка займет месяц, два, а может больше. Ребята, приступайте. Подождите, подождите. Как месяц, что значит два. Мне работать надо. Капитан, ты меня так по миру пустишь. Есть смысл задуматься. Может, следует приобретать лицензионное обеспечение. Так, все, понял. Сколько? Я не ослышался. Вы мне взятку предложили. Когда? Мой вам совет Мощенко. Из города не уезжайте. Завтра к вам налоговая и пожарная инспекция нагрянет. Закрываться будем. Так, я понимаю, капитан, что тебе что-то от меня надо. Но вот что именно, я что-то пока не пойму. Ты можешь сказать прямо? Звони Хабарова, он тебе все объяснит. А, так вот где собака зарыта. Вы передайте своему Хабарову, что он от меня ничего не дождется. Можете все выносить. Я все равно собирался всех в отпуск отпустить. Женюсь я, капитан. А, откуда эти собаки лают? Так с контрольного пункта. Их там тьма злющая. А в той стороне что? В той не знаю. А вот там забор, девонька. Высокий? Ну, высокий. Метр три будет. С колючей проволокой. А за забором что? А за забором свобода. Там Алена обычная больница. Я в ней раньше работала. А чего ж сюда-то пьешь? Так платят больше. Как-никак с заключенными приходится возиться. А среди них ведь всякие попадаются. Ну, ничего, я привыкла. Правда, режим. Но в город не сбегаешь. На КПП проверками замучают. Да еще и эти собаки. Жуть, как я боюсь. Людей бояться надо. И то правда. Ну, что, в палату пойдем? А то мне скоро обед развозить. Зоя Егоровна, а можно я еще? Ну, хотя бы полчасика. Вот погуляю, воздухом подышу. Ладно, только ты не ходи одна. А то споткнешься. Идем, я тебя на лавочку посажу. Ну-ка, вот здесь, ну-ка. Так, 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 так. Садись, садись, садись. Тихонечко. Молодец. Сиди, я быстро. Аленушка. Папочка. Папочка. Ой, Аленушка. Ой, ой, ты моя. Ой, ты моя красавица. Как выросла. Какое платье. Папуля, где ты был? Далеко. Ну, как вы тут, рассказывай, как мама. Хорошо, только очень скучала, я даже плакала. Да, я тоже скучал. Я очень скучал. А почему ты так долго не приезжал? Не мог. Очень хотел, но не мог. Тебя что, не отпускали? Ага. Вот плохие не отпускали, и все. А ты бы сбежал, на тебя отдала, и на Новый Год, на День Рождеев. Я очень хотел, правда хотел. Только там высокие заборы, да злые собаки. А я бы сбежала. Да. Смотри. А я вот конфеточек. Аленушка, ты осторожней. Папочка, я тебя очень, очень люблю. Я тебя тоже. Аленушка, я тебя тоже. Аленушка, я тебя тоже. Да, Макс. Ты был прав, клиент непросто. А пробуй другой вариант, или хватит? Пробуй другой. А если не поможет, то и третий. Сань, ты понимаешь, что мы рискуем? Я все понимаю, Макс. Да, все, до связи. Чем я могу помочь? Сколько стоит? Тысяча триста рублей. А это? Пятьсот пятьдесят рублей. Я это возьму. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Поехал. 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 Папа, будешь с нами, как? Давай. Будешь у нас в тарелке переводить. Правда? Хорошо, круто. Еще бы. Не круто. В связи с ремонтом в тарелке, поезд вынужден поменять маршрут. Папа, переводи в тарелку. Так. Катастрофа во всем виноват стрелочник. Да. Мальчики, пора к столу. Извини, Вик, сегодня не смогу остаться. Извини, сын, мне надо идти. Сын. Почему? Дела. Ну, понятно, да, Кэл? Давай. С днем варенья. Вообще, ты мог отложить дело. Все-таки у сына день рождения. Не, на сегодня никак. Кстати, чудно выглядишь. Спасибо. Ну, счастливо. С днем варенья, сын. Пока. Колька, смотри. Так, Денис, не трогай. Сейчас придет дядя Петя, вместе ужинать будем. Добро, Денис. Женщина-красавица. Принимай добычу. Ой, столько всего. Так. Держи. Так много. Мам, смотри, столько всего. Нашел работу. Откуда все это? Можем гулять. Так, Денис, веди отсюда. У нас взрослый разговор. Держи, держи. Оп. Так, выйди. Пошел. Давай. Быстро, быстро, вышел. Так. Нам этого ничего не нужно. Унеси медленно. Уни. Так, нам этого ничего не нужно. Это воробанное. Лида. Так, так. Так, вот. Руки на меня валят. Спина. Ну, так найди работу, подуши, чтобы не перенапрягаться. Ну, что, газеты продавать? Мне стыдно. Ну, а что это? Хуже, чем воровать? Мужик я. Ну, не могу. Так, поздно уже. Ужинай сам. Мне завтра в рейс. Надо выспаться. Лида. 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 Она все оставила. Хорошо, сейчас заберу и сразу домой. Тихо, 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 тихо. Тихо, потерпи, потерпи, потерпи. Как это произошло? Не знаю. Тихо, 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 тихо. Моя вина. Ну, нельзя же ее одну оставлять совсем. Господи, дура я дура. Ой. Ну, ладно. Все, все нормально. Пойду я еще в пятую палату должна зайти. Все, спасибо. Уже. Тебя совсем нельзя оставлять одну. Так не оставляй. Не оставлю. Не оставлю. Что-то случилось? А? Голос странный. Сына сегодня навещал. И что? Понимаешь, я ему совсем не нужен. Там есть дядя Дима. Веселый такой. Железную дорогу подарил. Саша. Расскажи мне о себе. Пожалуйста. Старший сержант Карпов, выйдите, пожалуйста, из машины. А в чем дело сержанты? Плановая проверка документов. Выйдите. Господи, какая еще нахрен проверка? Давайте ваши документы, откройте багаж. Пожалуйста. Ух ты. А это что такое? Вещество, похожее на героин. Сержант, и что за беспредел? Да вы его сами подбросили. Да он еще и пьян. Вы что же, героин мешаете с алкоголем? Гражданин Мощенко. Что? Ну что, сейчас оставим протокол в отделении. Я же все понял. Один звонок. Сержант. А с Викой мы в нормальных отношениях. Я ее ни в чем не виню. Ты знаешь, я очень хочу, чтобы она была счастлива. Ты очень добрый. Я бы так не смогла. Извини. Хабаров. Послушай. В общем, твоя взяла. Сержант, скажи своим коллегам, чтобы отпустили. Я заберу заявление. Передайте эту трубку сержанту. Сержантка. Привет, Серега. Проблема улажена. Все, спасибо. Ну вот и все. Завтра ты будешь свободна. Правда. Обещаю. Да я сам знаю, что плохо. Но хуже будет, если они начнут рыть. И тогда Валька про меня все узнает. Послушай, давай там все. Все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Да не надо звонить. Я знаю, кто это. Я сам позвоню. Валентина Алексеевна, да что ж вы на кухне-то работаете? У вас кабинет огромный такой. А я мешаю, да? Нет. Да не, мне здесь уютней. А потом сейчас Влад придет, мы будем ужинать. Наташа, вы можете пить свободное. Ой. Я все ему позвоню. Что-то он задерживается. Дела возможны. Наверняка клиентов новых в ресторан повел. У него он бы позвонил. Ой, не дай бог. Голова закружилась, плохо стало. Все-таки сотрясение мозга. Наташа, меня специально накручиваете, что ли? Нет, выключено. Ой, ну почему я должна нервничать? У меня еще нельзя позвонить. Так, вот скажи, что я сейчас злая и будет скандал. Влад, дорогой, ну почему нельзя позвонить? Здравствуйте. 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 Добрый вечер. Какими заевами. Очень приятно. Проходите, присаживайтесь. Хотите кофе? Нет, спасибо. Присаживайтесь. Владислава Сергеевича нет дома. Что-то случилось? Была авария. Владислав Сергеевич погиб. Господи. Академия. Подписывайтесь на мой канал. Присаживайтесь. Постанские предпочтения. Возвращайтесь. Субтитры подогнал «Симон» 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 А теперь... «Симон» 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 «Висибова» «Что это? Некрасова? Некрасова Она же на него напала у него черепно-мозговая травма и конечно как за руль-то можно садиться «Понимаете он не трезвым был, врачи говорят» «Владик – нетрезвым, не ездит» «Валентина Алексеевна Вы ошибаетесь. В том, что произошло, Алена, она абсолютно не виновата. Владислав Сергеевич, он мне звонил, он хотел забрать заявление. Понимаете, он ее простил. Как не виновата? Она на него напала. Она его ударила. Понимаете? И она должна отвечать за это. И она у меня будет сидеть. Валентина, Алексей. Она у меня будет сидеть. Иван Михайлович. Па, здорово, Сань. Ты чего так поздно? Товарищ майор, я к вам по делу. Ступай домой, капитан. Подождет твое дело до завтра. Иван Михайлович, я хочу изменить меру пресечения Некрасовой. Знаешь, Хабаров, ты уже достал. Я ведь рассердиться могу. Очень сильно. Я уговорил Мощенко забрать заявление. Он должен был это сделать. Ну, не успел. Ты думаешь, я не знаю, как вы с Устьянциумом его через сито пропускали? Так что, замолкни за свою шалаву. Товарищ майор. Саня. Я тебе только добра хочу. Ну, не дело следователю с подозреваемой шашней крутить. Непрофессионально это, и не по-человечески. А слепую невиновную девчонку в камере с уголовниками держать, это по-человечески! Вот ты упрямый, Хабаров. Все, баста. Завтра передаешь дело лично мне. Я тебя отстраняю. Свободен. Хабаров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Алена освободилась. Наверное, уже в городе. Я же говорил тебе, что я гений. Я чувствовал, что здесь пахнет любовной трагедией. Дурак ты, Макс. Здесь пахнет здоровым мужским делом. И ты, Сань, дурак. Из-за этой девчонки чуть всю свою жизнь под откос не пустил. Слава Богу, что тебя полковник вовремя отмазал. Сам уволился, а не вышвырнули. Так, Макс, ты сейчас помолчи, ладно? Ладно. Сань, ну если такая неудержимая страсть, что ж ты грушу молотишь? Иди ищи ее. Ты же сыщик, Саня. Да ерунда это все. Ничего у нас не получится. Между нами, Макс, пропасть. Непреодолимая черная пропасть. Вот так. Ну, надо же. Такой сложный институт и всего за три года. Я экстренум заканчивала. Хотелось быстрее профессию освоить. Ну, вот и… Похвально, похвально. Господи, какая удача. Я же без психолога загибаюсь. Алена Петровна, вы для меня подарок судьбы. Завтра сможете выйти? Конечно, смогу. Но, только, Алена Петровна, вы у нас молодой специалист. Много я вам платить пока не смогу. Ну, со временем. Да, дело же не в деньгах. Ну, вот. Хотя в них, конечно, тоже. Просто практика нужна. Практики у вас здесь будет, хотя добавляй. Так. Трудовая. Угу. 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 Паспорт. Угу. Так, а это что? Вы… Вы что, сидели? Да, вас это что, пугает? Лариса Сергеевна, ну, вы умная женщина, опытный руководитель. Если вы считаете, что для вас это проблема, то ее можно быстро устранить. Достаточно на данную ситуацию посмотреть с другой стороны. Интересно, из какой же? Ну, во-первых, я уверена, что ваши коллеги по достоинству оценят вашу смелость. Мало кто возьмет на работу человека с таким пятном в репутации. Ну, это… Просто этап жизни. Это все в прошлом. Я осознала свои ошибки, понесла наказание. И вы, как опытный специалист, сможете смело убедиться в моей компетенции. Очень скоро. И вы не пожалеете, поверьте. Вы действительно психолог. Ваши выводы очень любопытные и даже оригинальные. Спасибо. Ну, что ж, Алина Петровна, вы мне очень даже симпатичны. Но вы зря потратили мое время. О таких вещах надо говорить сразу. Лариса Сергеевна, вас все ждут. А, да-да, сейчас. Сейчас я думаю. О таких вещах надо говорить сразу. Я не могу позволить себе взять сотрудника с такой репутацией. Всего хорошего. А давай, друг мой зайчик, скажем что-нибудь нашему имениннику. А что ему говорить, друг мой кролик? А я не знаю. А его нужно поздравлять. Ура! А давай ему зачитаем за здравую, а? И выпьем, братцы, полную чашу, чашу доброго вица. Со здоровьем и удачей, эль-заборю до родца! Вся, волосы ушастые. Закругляйтесь, отработали свой ужин. Вся. Спасибо. Спасибо. Устал. Два часа перед этим адиотом прыгай. Наливай. И заем положение капризничать. Пару часов, и все, и благодать, а ты имеешь. Давай. Спасибо, мои золотые! Сидеть! Сидеть! Ох ты, слушай, а как ты так? Здрасте. А мы такие, как вы. Мы здесь развлекаем, а вы охраняйте. Мы немножко со столика поклюем, да и пошарим. Хотите? Вот, угощайтесь. Пожалуйста. На. Нифига себе! Первый раз вижу, чтобы принц из чужих рук еду брал. Он тоже просто зверюга. Обалдеть! Ест, 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 ест. Спасибо вам большое за все. Присоединяйтесь. Налить. Животные здесь подают только к гостям. Ваше место на кухне там накрыто. А ты куда смотришь? Все, 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 все. Ни все, ни все. Тебе что жалко, что мы свою с тола крошку взяли? Петь, я тебе сказал, пошел вон на кухню. Икосел же ты, Таранец. Икосел же ты, Таранец. Сволочи. Ну спасибо тебе, друг. Настоящий друг. Да пошел ты! Ага, вот так и будешь всю жизнь. Кроликов, да ты даже у кроликов не сможешь сыграть! Ты сам-то где учился? Где? В арестованском клубе! Красный Зоузенец. Я актер профессиональный! Понял? Два подушки поди возьми свои! Петь в пятом ряду! В пятом! Копьеносец несчастный! Ну давай, давай, иди! Я тебя вытаскиваю! Я тебя играю! Как я рада, Алёна. Кажется, совсем девчонкой ты пришла к нам в школу учиться. А теперь дипломированный специалист. Психолог. Как мама. Она умерла три года назад. Прости, я не знала. Маскоп! Новиков! Да что это вы здесь устроили, а? Как вам не стыдно? Извините, пожалуйста. Ну-ка пошли быстренько по своим кабинетам. Хорошо. Ага. Ну вот что делать с этими шалопаями, ума не приложу. Да в их возрасте это совершенно нормально. Ну, да? Поговорите. Да, поговорите. Не стоило бы, правда, с обоими. Нужно понять, нет ли агрессии скрытой, что ими движет. Алёна, какая ты умница. Я понимаю, прекрасный специалист. Мне как раз нужны психологи. Но... Здрасьте. Но я взять тебя не могу. Ты же понимаешь? Я понимаю, но может быть уборщицей хотя бы? Уборщицы нет. С уборщицей у меня все в порядке. Полный комплект. Туда тоже не могу. Прости. Да что ж такое? Что ж за наказание такое, а? Баскаков Новиков, ну-ка пойдемте ко мне в кабинет. Сейчас будем разбираться. Буду звонить вашим родителям. Сейчас мы все выясним. И вот еще что, Макс. Макс. Это здесь я. Пробей тюрьмы и зоны. Может оступился наш старикашка. Может он сидит где-нибудь, а мы его тут бегаем по городу ищем. Хорошо. Подниму архивы. И тогда принеси меня завтра утром в контору. Я все равно там ночевать буду. А Валя? Что Валя? Что? Валя за меня замуж хочет, а я не могу. Ну не могу я. Она замечательная, она прекрасная женщина. Но грезил он другой. Слушай, Хабаров. Рви сразу, а? Не мучай женщин. Послушай, Макс. Слушай. Она мне помогла, когда мне совсем тяжко было. И... Ну в общем, все очень сложно. Ну все, договорились, да? За завтра. Да. Саша? Вы ошиблись. Да. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА Танечка, 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 вот вы сказали, что разложите карты и что-то увидите. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Танечка, Танечка, я тоже... Танечка, Танечка, Танечка. Танечка? Я видела мужчину за столом. Старинный такой стол с зеленым сукном. Рядом были вы. Вот вы подумайте, где может быть такой стол. Мне бы сесть за него, я бы даже имя смогла назвать. Может, на даче, дома. Танечка, это мой рабочий стол. Пойдемте, сейчас я... Пойдемте, это мой рабочий стол. Ну, знаете, Танечка, у нас не всегда здесь такой бардак. Просто готовимся к экспозиции. Да. Очень готовимся. Микроволновка. Микроволновка. Вот. Нушки. Ммм, как пахнет. Хорошие, свежие. Пожалуйста, чайочек. Спасибо. Вы, пожалуйста, угощайтесь, чем Бог послал. А потом все расскажете, хорошо? Хорошо. А что же вы тут сидите-то в таком склепе, а? Ни окошко у вас тут, ни щелочки. Прям жуть какая-то. Ну что вы, я привыкла. Знаете, все время электрический свет, правда, глаза немножко болеют, но краситься перестала. Да и нет для кого. Да. Танечка, у меня предложение. Давайте на «ты». Да легко. За дружбу. И до дна. До дна. До дна. Мы ведем репортаж из Древней Эланды. Куда приехали на красный лодок. Сейчас госпожа Муромцева изволит принимать солнечные ванны. Нет. Нет, ты красивая, Валюша. Ты самая, самая красивая. Даже с облезшим носом из дурацкого хвостика. Санечка. Привет. Привет. Я на нашу хронику смотрю. Я, я прекрасно себя чувствую. Я сегодня почти не кашляла. И температуры у меня нет. Смотри, можешь проверить. Тридцать шесть. И что ты там? Угу. Саша. Я сегодня целый день смотрю на жухронику. Все наши поездки. Ты помнишь, это мы с тобой на Крит ездили? Как я была счастлива. Как мы были счастливы с тобой. Знаешь, этого счастья у нас никто не отнимет никогда. Оно с нами было и останется с нами навсегда. И ты же меня любишь не только из жалости и от одиночества. Правда? Правда, мой хороший. Как хорошо, что ты пришел порой, Миша. Валечка. Ты моя хорошая. Ты моя добрая. Ты самая красивая. Ты мне очень-очень помогла. Я тебе этого никогда не смогу. Пойду арбуз помой. Ну, очень интересный мужчина. Лет ему... 48-50. Высокий, шатен. Или нет, Марина, все-таки брюнет. Да, брюнет нет. Никого знакомого такого? Нет. Ну, точно не из нашего коллектива. Да, дайте-ка руку. Потому что у нас мужчин-то всего, ну, охранники и реставратор. Реставратор очень приличный мужчина. Но у него жена и трое детишек. А охранники, они молодые ребята, лет до 30, не больше. Поэтому... Ну, вот я точно его вижу. Понимаете? Совершенно точно за этим зеленым столом. За столом? Угу. Так, ладно. Другую руку. Угу. Так, вижу море. Он стоит. Вы рядом с ним. Марина, вам очень идет короткая стрижка. Короткая стрижка? Ну, у меня же длинные волосы. Ну, не знаю. Я вижу короткую такую современную стрижку. Цвет волос немножко... Да нет, не немножко. Ярко-рыжий. Рыжий? Угу. Так, очки. Вот очков я не вижу. Вы там книжку читаете, наверное, в линзах. Линзы. Я пробовала носить линзы, но... Я так к своим очкам привыкла. Вы знаете... Марин. Да? Выбросите уже это. Они вам лет 20 прибавляют. Знаете, Танюша... М? Мне еще... Мне очень удобно. Можно я вас на минуточку оставлю, а? Я вас запру здесь, хорошо? Закрою. Вот... Вот... Ненадолго. На секундочку. Не вопрос. Правда? Только фотографию дайте мне свою. Пока поколдую. Такой фиг, хорошо. Я взяла фотографию. Вы сказали, я... Выберите, пожалуйста. Ну, вот, на просотках. Да, да. Я... Я... Я секундочку, ладно? На секундочку. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, не знаю, может, приведёшь с коллегами знакомить? С коллегами. Приведу. С коллегами. Ещё локти себе кусать будут. Отсовите. Простите, вы Сергей? Да. Я Александр Хабаров, муж Алены Петровны. А, очень приятно, очень приятно. И за Алену очень приятно. Конечно, такая женщина не может быть одна. Да. Вы знаете, у неё отключён мобильник, я не могу ей дозвониться уже третий день. Сочувствую, я чем-то могу помочь? Да. Вы можете позвонить своему другу и узнать, как она? Простите, какому другу, я не очень понимаю. Ну как, вы же послали её в командировку, чтобы она проконсультировала вашего друга. Нет, здесь какая-то ошибка, Алена взяла отгул. У неё какие-то проблемы, по-моему, семейные. А, семейные проблемы? Ну да, странно, что вы не в курсе. Спасибо. Да, ничего. Саш, Саш, постойте. Да не заморачивайтесь вы так. Мало ли какие у неё дела. В конце концов, она же вам не изменяет. Но я в том смысле, что Алена на такую не похожа. Ну, держись, старик. Саш, 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 Саш. Саш, Саш. Саш, Саш. Саш, Саш. Саш, Саш. В свете сотен фар чужих Бред, словно по ступе сорвавшимся беру слев Разорви канаты между нами Когда-то было в пламя Обожди, разведи В Москве, в Москве ты ложишь И пропади ты должен, пропади Видит Бог, мой последний вздох Будет с мыслями о тебе Видит Бог, мой последний вздох Будет с мыслями о тебе Саш, Саша Привет Как же соскучилась Давай помогу Да, не надо, она не тяжелая Как съездила? Хорошо съездила Правда клиент такой истероидный попался Если бы я это знала, я бы ни за что туда не поехала Ты чего? А теперь скажи мне правду Ты о чем? Никакого друга нет И Сергей тебя никуда не посылал Это так? Где ты была? В Питере, ты же видел поезд Ты могла сесть на любой станции Саша, я была в Питере, честное слово Тебе лучше о честности не говорить Куда и зачем ты ездила? В Петербург, по делам По каким сказать не могу Это не моя тайна И много у тебя тайн? Всего одна Саша, я тебе клянусь Эта поездка, ну никак она не связана с нашими отношениями У меня там никого нет и быть не может И вообще это глупость какая-то Я люблю тебя Ты насквозь лживый человек Я с первой минуты знал, что тебе верить нельзя Я тебе не верю А я тебе не навязывалась Олег Анатольевич, материал в книге Огромный Можно просто, Олег А, ну тогда взаимно Так вот, материал огромный Фактура такая, хоть сейчас на экран Оленька, мне кажется, вы ломитесь в открытую дверь Я все понимаю При хорошей подаче материала с такими именитыми актерами Я думаю, может получиться шедевр А если так, давайте говорить по-деловому Я хочу выкупить у вас права на эту книгу Вы? Угу Мне кажется, такой известный режиссер не занимается такими мелочами, как деньги Это прерогатива продюсера А я и есть продюсер Как говорится, два в одном Но мы отклоняемся от темы, Олег Так сколько вы хотите? Ну, существует стандартная договорная экранизация Отлично Поднимите договор на историю забытой любви Мы посмотрим и будем торговаться Оленька Как писали незабвенные Ильфа Петров Торг здесь не уместен Хотя именно в этом случае он и не понадобится По крайней мере, со мной Уж мне эти издатели, Олег, пожалуйста Говорите ей с ней Все права на книгу принадлежат автору Если вы хотите их выкупить, то вам необходимо будет иметь дело с госпожой Муромцевой А она человек сложный, непростой Да уж, это известно Оленька, но ради вас я готов лечь на амбразуру А может, не поужинаем? Все вместе И там В неофициальной обстановке Все решено Ну и отлично Амбуромцева согласится Господа Главное, как подать информацию А в этом мне равных нет Алло Валюша, это Олег Валюша, у меня потрясающая новость Да, Олег Анатольевич, я рада, ну, конечно, рада Что? Куда? Сегодня? Нет, я не смогу Нет, я сегодня точно не смогу Я только-только выздоровела И у меня еще слабости нет Ну, вы передайте, что Я бы с удовольствием, ну, правда Чтобы они просто не обижались, ладно? Не сегодня, давайте в другой раз Да, до свидания Кто это? Привет Привет Издатель По моей книге будут кино сниматься Здорово Чего хотел? У них там какая-то встреча с режиссером Что-то такое Ну, там артисты какие-то Куча, в общем, какого-то неизвестного народа Я не пойду Как это не пойдешь? Давай-ка перезвони своему издателю И скажи, что ты вечером будешь в ресторане Будешь И лично сведешь режиссера с ума Ну, а я ты красота Ну, а я ты зубка Ой, улыбается Улыбается Ой Смотри, кто пришел Мамка пришла Ты чего одна-то? Аленка Ну, где твой Хабаров? Ты его уже на вокзале, что ли, забыла? Ну, как-то ты нас с Санечкой поживает О, смотри, как ты Я так соскучилась Красота моя Кто пришел, Мамка? А че там сумки стоят? Чего-чего у сумки? Твой приехал Папа Побросал все Помылся, побрился И куда-то побежал, говорит, по делам Да? Здорово А по каким делам-то? А мы откуда знаем? Мы вообще ничего не понимаем По каким делам Ален, ну ладно, ну расскажи Ну, куда ты Сашку-то делала? А да не знаю я, где Саша Понятия не имею Ну, как ты тут без Мамки? Странно Слушай, приехал Позвонил пять раз Спросил, где Этот самый Какой поезд Какой вагон Ну, че ты такая-то Ты поссорились, что ли? Да пошел он к черту Вот тебе раз Господи, ну Я сама во всем виновата Зачем я только с ним встретилась? Ой, господи Ну что ты, моя девочка Ну перестань Ну перестань Ну вы же молодые, здоровые Ну все бывает в жизни Ну перестань, перестань Ну все ссорятся Эдзи, ты понимаешь, это не просто ссора Вот не просто Отношений больше нет Все, это конец Ну че, так серьезно, что ли? Девочка моя Валя Ты на часы смотрела, уже половина Мы же опоздаем, Валюш Я никуда не опаздываю Что значит Я никуда не опаздываю Я просто никуда не еду Снова здорова Ну ты же уже пообещала, Валь Ну как ты никуда не поедешь-то? Вон, прическу навертела Глаза накрасила Я думал, сейчас выйду Тут ошалею от неземной красоты Что значит не поеду, Валь? Извини, извини, разочаровала Валь, ты плохо себя чувствуешь? Давай температуру померим Саш, я хорошо себя чувствую Не надо мне мерить температуру Тогда одевайся и поехали Что тогда, в чем проблема? Я не могу, потому что не в чем Ну не в чем, Саша Как не в чем? Ну потому что Ну я похудела и все сваливается с меня Понимаешь, ничего не сидит Я не могу так, я не поеду Валь, ты меня в гроб вгонишь Все Вон, спортивные костюмы Я не поеду Валечка Валечка, спортивный костюм Очень, по-моему, гламурненько В трениках? Да? На встречу с режиссером Прекрасно, ты в костюме, я в трениках Хорошо Валюша Ты можешь в костюме до машины дойти А из машины в ближайший магазин Поехали обновлять гардероб М? Да Только хотел с твоим Сашкой познакомиться Вон ледяного вина приволок А тут такая петрушка Думаю, что ты к лучшему, пап Столько времени одна Уже как-то привыкла Давай этому питерскому клиенту позвоним Пускай он подтвердит Хотя нет, унизительно Все, ладно, хватит Заборя Ты лучше расскажи, ты где бегал весь день Я тут тебя ищу, ищу, а ты Я же с Ольгой приехал Вот Сначала к издателю одному ходили Потом она по нужным людям И меня таскала Я тебе что, не сказал? Мы ж кино затеяли Какое? Дочь, не спрашивай пока Я боюсь гладить Ну, расскажи поподробнее, ну, пожалуйста Ты куда собираешься, уходишь, да? Что значит уходишь? Уходим, и у тебя есть ровно пятнадцать минут На превращение из печальной Золушки В ослепительную принцессу Пускай смотрит и завидует Какое у меня сопровождение Ненавижу эти галстуки А куда это тебя нужно сопровождать? Слушай, деловой ужин С очень непростым человеком И мне нужна поддержка Папа, у меня нет настроения, правда Алё, Алёна Ну-ка, стряхнись давай Ну, на этом жизнь не заканчивается Поссорилась с любимым человеком Если он не дурак, то поймешь Что ты не можешь врать А если дурак, так ему и надо Слушай, покушаем Езжать хочу, страшно Потанцуем, давай Оба, давай Ты когда в последний раз с отцом танцевала? На моей свадьбе На моей свадьбе, правильно Это было сто лет назад Давай, давай У тебя есть ровно десять минут Стать красавицей Держи Стоп Что? Ты сказал пятнадцать Больше сиди, так и пойдешь Ну-ка быстро Красавица моя Очень красиво рассказываете, Ольга Валентина, мы наймем хорошего сценариста Перенесем вашу историю на экран Только, знаете, я бы усилила линию дочери И отца в финале надо убить Но за детали к разговору это отношение не имеет Да, действительно К разговору это отношение не имеет Тем более, что я вовсе не собираюсь продавать вам права На роман Больно А что? Я понимаю, что вас беспокоит Все-таки это художественное произведение Литературное Вам нужно, чтобы было действие А действие Это событие Дело не в этом Валентина, мне очень понравилась ваша книга Вы знаете, я думаю Мне кажется, что я смогла бы снять фильм Психологический, глубокий Но это не триллер, это не боевик Это настоящая жизненная драма И неужели вам не хочется увидеть свою историю на экране? Хочется Хочется И я его увижу Только Права я вам продавать все равно не собираюсь У меня какого-то встречного предложения А нанимайте меня сценаристом Как вам такой поворот событий, Ольга? Ну, ты его отдаешь Вот уж В моем Дарье сценариста Можете не сомневаться 15 лет журналистики Сделали свое дело У меня было ток-шоу Давно Назывался разговор по душам Я наслушалась всяких разных историй Знаете, не надо Не надо в конце отца Убивать, нет Давайте его положим в кому Ага Давайте Вот наш человек Валентина, скажите А когда будет готов первый вариант сценария? Ну, я вообще очень быстро работаю Все будет зависеть от Качественности наших с вами встреч, Ольга И еще я бы Я бы хотела Участвовать в выборе актеров Если можно Отлично 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 Прекрасно Ой У меня Все, кроме главного героя Валентина, этот актер просто находка Будто вы с него писали А вот, кстати, вот Петя Вечер добрый Вечерная Москва, как всегда, стоит Позвольте представиться Петр Некрасов, моя дочь Алена Валентина, очень приятно Очень приятно Здравствуйте А это мой муж Александр Петя, чего ты замер с толпом У нас есть повод выпить Садитесь, ну, садитесь, садитесь Некрасов, все так удачно Валентина сама напишет нам сценарий Девчонки, я всю жизнь мечтал сниматься в кино Возьмите меня, ну, хотя бы статист Буду сидеть, демить в углу Или пробегу мимо камеры Ну, не знаю, не знаю Хотя за эту встречу я тебе должна Ну, что, Валентина Алексеевна Возьмем его в массовку На вокзале о мороженом торговать пойдете? Девчонки, а, между прочим, у меня было что-то подобное Мы студентами чем только не занимались И вот, вдруг от нас Я не могу Я вот думаю, господа Вот есть ли предел человеческой наглости, а, Саш? Это что-то несосветимое творится-то, зачем сюда? Пришла воробка, а? Извините, я пойду Ты что творишь? И вы тоже идите, папаша, мы с вами сработаемся, ага Я думаю, что нет Ты с ума за слава Что я творю? Ты с ней договорился меня здесь мучить? Я не могу смотреть, как ты издеваешься надо мной Ты унижаешь меня Я люблю эту женщину Она мать моего ребенка Я ухожу от тебя и требую развода И пошла ты к черту, дура! В тарелку смотрите к себе Извините Я что-то я сегодня не в форме Обращайте меня, это семейная ее родица Я пойду носик попудрю И вернусь А вы мне закажите, пожалуйста, мясо С кровью Извините 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 Музыка Ну вот, вылезает, короче, лягушонок такой-то Ребят, смотрите, какая тёлка! Это не тёлка, это бабушка! Она с мусевым, как медведев, всю эту хлядинку подавает! Смотрите, нормальная девка, какая фигура, ноги какие! Иди, познакомься, потрогай её! Девушка, девушка, можно вас на минуточку? Девушка! Мадам! Наш друг мечтает с вами познакомиться! Да дай-то ему закурить, он дурак, говорить не умеет! О, пачки, а чё он здесь? Прикольно! Отдай, отдай! Отдай! Сумку мою отдай, слышишь? Что ты сказала? Отдай! Отдай, я сказала! Отдай сумку мою! Пошёл вон! Отдай, ты чё, дебил что ли? Чё здесь? Ты чё сказала? Ты чё сказала? Ты чё сказала? Да прекрати! Пойдём в магазин, чтобы у нас подпойся и всё! Очень больно! Пойдём! Наташа, останься здесь! У нас травку недалеко, у меня там врач знакомый! И тогда кот щёлкнул своими сапогами и сказал, я займусь этим! А ты? А вот и мама! Санечка, вот и мама пришла! Саш, она всё равно не заснёт! Да, Санька? Ты знаешь, я мало что помню из детства. Я помню, что в детдоме часто читал эту книгу. Вот, а потом пересказывал её малышам. Хорошая сказка, да? Саш, я поговорить с тобой хотела... Так, Алён, давай раз и навсегда. Мы с тобой уже поговорили обо всём. Все точки расставили над «и». Давай не будем возвращаться к этому разговору, хорошо? Я тебя прошу. Я не об этом. Я считаю, что ты имеешь полное право знать все мои тайны. Прости, мне правда трудно говорить об этом. Во-первых, это не твоя тайна. А во-вторых, знаешь, ты как священник не имеешь права раскрывать тайну Исповеди. Понимаешь? Понимаешь? Да? Да, мой хороший. Мяу! Да! Ты знаешь, я вел себя просто как дурак в ресторане. Я как посмотрел на тебя, понимаешь, подумал, как я буду без вас. Мне стало страшно. Я вас так люблю. Простите меня. Алёночка, я верил тебе и тогда, и сейчас я тебе верю. И за Валентину прости. Хорошо? Мяу! Саша, я хочу тебе рассказать, где я была. Я должна, должна это сделать. Ты уверена? Давай ты расскажешь мне это, когда посчитаешь нужно. Хорошо? 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 Я считаю, что лучше сейчас. Я… Вот вы где. Ну-ка иди к деду, иди, иди-ка к деду. Иди к деду. Ты моя, Ють. Ты моя, Ють. Ты моя, Ють. Ты моя, Ють. А чего на полу? Там ужин готов. Вино выдыхается. Саша, и нам надо с тобой по-человечески познакомиться. Ребятки, я знаю у вас семейные заморочки. Да. Санька, держи. Семейные заморочки, это меня не касается. Ну, Саша, ты отец моей внучки. Алена тебя очень любит. Значит, ты мне тоже родной человек. Вот и ради такого чуда мы-то и собрались. Вы только в милицию не заявляйте, пожалуйста. Вовка Жужлев, но тот, который к вам подошел, он хороший, только дурак. А если вы в милицию заявите, его же из колледжа выгонят, и все. Либо армия, либо малолетка. Любишь его? Вовку? Да, люблю. Он прикольный. Мы с ним уже второй год вместе. А он тебя бросил. Понимаешь? Нет. Он не такой. Такой он не такой. Такой он, как все. А где-то тебе бабу какую-нибудь не бросит тебя. Убью. Убью. Сильно. Его убьешь. Не его. Ее убью. Ладно, горячись. Поплачешь, дальше будешь жить. Не за что. Плачут только слабаки. А я не позволю себе в грязь вдаптывать. Ее убью, а потом его сама оброшу. Здорово. Послушайте, я не могу так больше. Я замуж выхожу, у меня дочь подрастает. Ну, сколько можно меня мучить? Неужели нельзя найти кого-нибудь другого? Ну, что, мне перед вами на колени встать здесь? Ну, послушайте, у меня впервые в жизни начинает хоть что-то налаживаться. Я не могу так больше. Вы понимаете? Есть хоть что-то у вас человеческое. Пристань. Пристань, скорей, сучка. Надоела. Будешь делать, что я сказал, пока сам не решу, что хватит. Уснила? Уснила дрянь? Да. Ну, вот и ладенько. У вас что-то случилось, господа? Нет, ничего не случилось. Пошел вон. Может, тебе вина заказать или мороженого? Не хочешь? Ну, как хочешь. Так. Вот. Это Руслан Руньковский. Известный скрипач «Виртулус». Живет по большей части в Италии, но и родную отчизну не забывает. Два раза в год бывает в Москве, дает концерты. Что я должна украсть? О, молодец. Умница. У Руньковского и скрипачка о мате. Подарок богатенького поклонника. Вот ее мне и добыть. Ладушки. Ну, и хорошо. Ну, и хорошо. Да. Еще. Возьми себе венца. Полегчай. Возьми себе вон. Возьми себе вон. Хорошо. Нет, нет, нет. Валя. Нет, я сказала нет. Нет, нет, я сказала нет. Валя, давай не будем мучить друг друга, я тебя прошу. Валя, мы цивилизованные люди, пожалуйста, давай и разведёмся цивилизованными. Нет, 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 Саша, нет! Слушай, я тебя прошу, ну ты же взрослый человек, ну ты же понимаешь, что рано или поздно это бы произошло. Ты же это прекрасно понимаешь. Нет, Сашенька, ты передумаешь. Расскажи мне, что ты передумаешь, не смешь меня жили. Успокойся, нам обоим сейчас больно. Нам обоим больно, да что ты знаешь про боль? Сашенька, ну я прошу тебя, пожалуйста, ну не бросай меня, я умолю тебя, ты же мой единственный, у меня никого кроме тебя нет на свете, Саша. Ну я люблю тебя, ужасно, за что же ты меня предаешь, Сашенька? Я тебя не навижу. Разводы пришел просить? Разводы тебе не буду. Слышишь меня? И не будьте ни минуты счастья до тех пор, пока я живу на свете. Не бой у меня, и не твари твои, и не отруди ее. Стой! Это не ты уходишь, это я тебя прогоняю! Я прогоняю тебя! Как же я тебя ненавижу! Ничего страшного, Наталья Николаевна, ну давайте перенесем наш сеанс на следующий вторник. Не переживайте, выздоравливайте, всего доброго. Да. Привет, мозгоправка. Привет. Какими судьбами? Да была тут недалеко по делам, решила заскочить. Послушай, Ален, ты может мне объяснишь, а что это вчера было в ресторане? Не объясню. Ага, ясно, сую нос не в свое дело, извини. Хотя ваш треугольник прозрачен, как слеза. Все забыли? А славненько тут у тебя? Ну да. О, интересуешься скрипичными концертами? Да нет, у меня пациентка тут одна проблемная. Влюблена в этого скрипача прямо маниакально. А ты с ним знакома? Да, видела несколько раз. Он еще тогда учился, вот кому действительно нужен психоаналитик. Да? Угу. А что с ним не так? Я имела честь быть знакома с его бабушкой. Угу. И должна тебе сказать, редкостная была сволочь. Хотите поговорить об этом? Хорошо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СИГНАЛ СМС. Привет. Здрасьте. Меня помнишь? Помню. Но мы это... Я не хотел. Это Колька урод вас толкнул. А я ему потом морду начистил. Я не сменеваюсь, Володя. Мне нервничать. Откуда вы имя-то моё знаете? Пойдём. Присаживайся. Я много чего про тебя знаю. Ты работать хочешь? А что нужно делать? Бабулю звали Леокадия Сергеевна. И скажу тебе честно, вот большей суки я не встречала. А ведь я всегда встречаю сук. Работа у меня такая. А ты что, сама училась на скрепке играть? Да что ты? Боже упаси. Я примешку свою к Леоказии возила. Ну, на скрепке скрепить. Так бабушка сама частные уроки давала? Что ты? Вся Москва гремела. Очереди к ней выстраивались. Бабка была злая, жуткая. Детей лупила, как Сидоровых коз. У моей примешки истерики всё время были перед каждым очередным уроком. Но лучше неё рук никто не ставил. А Руслана тоже она учила? Разумеется. Сверепствовала. Медведя в цирке реже бьют. Но она из него виртуозы сделала. А сам Руслан её любил? Ну, что ты, обожал. Когда Леокадия померла, слёзы лил. Бегал по знакомым. Воспоминания собирал, записывал о бабушке. Вот парадокс, да? Ну, почему же? Всё-таки родная бабушка Леокадия. Такое красивое редкое имя, да? А как она выглядела? Ну, мне просто интересно. Алёна, ну вот как выглядят ведьмы? Угу. Понятно. Надо же. Такая солидная и в другство. Брохну, что ли, кого надумали? Ну, для самообороны нужен. От таких уродов, как твои дружки. Значит так. Здесь десять. Принесёшь, получше остальное. А если не принесут? Куда ты денешься? Тебе деньги нужны. На скутер. Откуда вы всё про меня знаете? От верблюда, Володя. От верблюда. Я просто умею внимательно слушать и память у меня хорошая. И запомни, больше всего на свете я не люблю ждать и разочаровываться людям. Договорились? Пока. Спасибо. Спасибо. Всё, спасибо. Нет времени. Руслан, подождите, пожалуйста. Это вот ваше. Вы не узнаёте меня? Я Катя. Простите, увы. А я вот вас сразу узнала. Не хватает только банта на шее гольфов, а так вы бы такой же, как при Леокаде Сергеевне. Царство и небесное ангельское душе. Вы занимались у бабушки? Да я не просто у неё занималась. Я её обожала. Я даже её духи помню. Этот вечный аромат, быть может. А упражнение помните? Помните упражнение? Братец Яков, Братец Яков, Спеш ли ты? Спеш ли ты? Слышишь, он на башне. Слышишь, он на башне. Ой, ой, ой. Цветы – это очень приятно, но, конечно… Громоздко очень, да? Очень громоздко. Ой, забыть, можно ли я уже упражнена? Разумеется. Всё. Спасибо. Пойдёмте отсюда. Держите. Это тоже вам. А давайте помогу. Спасибо. А почему вы один ходите? А с чем мне ещё ходить? Ну, не знаю. Администратор, какой-нибудь охранник, помощник. Нет, мой импресарио – итальянец. Он каждый раз, как в Россию, приезжает на второй день и живёт с жутким похмелем. А охранник, чего меня охранять? Я же не олигарх. Ну, скрипка вот. А, я знаете, что понял? Если кто-то захочет что-то украсть, обязательно украдёт. Ни охранник, ни банковская ячейка не поможет. Послушайте, а давайте цветы туда положим? Ну, давайте. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да-да, верно. В детстве всё или чёрное, или белое. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А знаете, я ведь забросила музыку. Угу. Ну, бабушку вашу до сих пор помню. Знаете, она мне на день рождения подарила на семилетии, подарила духи. Такой маленький флакончик, настоящий французский клемат. Катя, какие у вас планы на вечер? Вечер? Эээ... Сегодняшний вечер? Да. Я даже не знаю. Нет, Эд, вы только не подумайте ничего плохого. Просто ужин в закрытом клубе. У моего друга день рождения. Я хотел его поздравить. Заодно сможете услышать выступление лучшего ученика Леокады Сердевы. Она меня так называла. Вы будете играть? Да. Я вот как-то не очень одета. Да бросьте, вы мои гости, и плевать, чем вы. Я, знаете, тоже не в смокинге. Соглашайтесь, не пожалеете. Да, конечно. С тобой страшно. Подождите. Я сейчас только машину подгоню. Привет. Слушай, я, наверное, сегодня задержусь. У меня клиент очень сложный. Зато у нее есть супер-дедушка и супер-бабушка Света. Все, целую и позади. Вот так вот. Ух ты! Прошу. Что, вперед? Ух ты! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Браво, Андрей Юрьевич! Пусть твоя жизнь будет такой же стремительной наполненной событиями. Как эта пьеса. Счастья, здоровья и вечного благолучия. Ай ты, мой дорогой, дай я тебя поцелую. Спасибо. Мои старт. Можно вас? Мы так же здесь подобны были. Просто так, конечно. Наполните. Благодарю вас, Господи. Руслан! Анна! Катя! Вы были великолепны. Ваши страдания и руки Леокадии Сергеевны, они не прошли дороги. Это правда. Руслан, позвольте высказать вам свое восхищение. Я на минутку. Вы гениальны. Можно? Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Такая классная. Ну все, Муромцева согласилась. И пока сценарий пишется, Ольга будет натуру искать, актеров подбирать. Просила помочь. Ну, задержусь, да. Справишься сама? Ну и хорошо, спасибо. А мальчишке как? Да? Ну и передай, чтоб не шалели. Все, целую. Пока, Махар. Ну, что-то правду-то не сказал, Петька. Может, Муромцева передумает, а? Ну, был у нее стресс, шок, все такое. Ну, успокоится. Слушай, а два пробы с тобой снимем? Накатаем сцену, снимем. Она увидит, что лучше тебя кандидатуры нет. Оля, Муромцева не передумает. Оль, Лиде только ни в коем случае не надо говорить. Вот она точно расстроится. Ну да, ты прав, она у тебя девушка впечатлительная. А что собираешься делать в Москве? Ну как что? Ты забыла, кто я? Актер, буду ходить на кастинги. Москва все-таки. Город неограниченных возможностей. Правильно, Петька. Знаешь, я пробегусь по своей записной книжке и что-нибудь мы тебе подберем. У меня же пару приятелей на студиях сидят. Сейчас, куда я их задевала? Что-то я раньше изобразила. Сейчас, Женька же Суздалев, он же сопродюсер компании. Вот она, творчесник мой. Тот, чем я... Да что такое? Оля, Оля. Мне кажется, я люблю тебя действительно чувство вины. Ты что, заметно? Ага. Старею. Раньше умела скрывать свои эмоции. Да, Петь, все как-то поддурацки получается. Я буду снимать фильм по книге Муромцева, я твёрзю, как и за борт выброшен. Если бы я тебя не потащила в Москву... Перестань. Ну кто знал, что так произойдет? Петь, я с ума скажу. Ну не хочу я искать актера на главную роль. У меня все горит. Ну вот как вообще умудрилась твоя дочь влюбиться в мужа Муромцевой? Ну всякое в жизни бывает. Да. Да, да, да. Подвела Аленка. Ну нет, все хорошо. У нее все хорошо и даже отлично. И ради этого стоило потерять главную роль. Ну и ничего, найду роль. Ты же сама говоришь, я хороший актер. Да. Извините. Вы прекрасно танцуете, Катя. Вы обманываете меня? Я вам уже тут все ноги оттоптала. Танец вообще не мой конек. А что ваш конек? Чем вы занимаетесь, Катя? Мы уже практически целый вечер вместе, а я ничего о вас так и не узнал. Ну что я? Я так пятый бухгалтер в маленькой фирме. Вот вы, Руслан, вы это событие. У вас такая яркая, такая интересная жизнь. Кать, давайте сбежим. Руслан, мы так мало с вами знакомы. Нет, нет, я хотел... Поиграть для вас. У меня есть такая программа для избранных. Пожалуйста, не отказывайте. Я даже не знаю. Это все так неожиданно. Надо же, я и в числе избранных. И все-таки. Хорошо. Хорошо, только недолго. Ты у меня маму строгая. Спасибо, Катя. Я только с именинником обращаюсь. Я быстро. И все-таки русская публика самая благодарная. Нигде так не принимают, как в России. Ну вы предвзяты, Руслан. Просто здесь же ваш дом. Русские, Катя, не только здесь. Они и в Америке, и во Франции. Я выступал на самых блестящих площадках. На самых блестящих сценах. А после этого шел в русский кабак. И там я играл так, как никогда не буду играть в лучших залах мира. Ну, вас вот тянет домой, где бы вы ни были. В каждом русском вы пытаетесь найти кусочек своего дома. Отсюда и такое ощущение. Нет. Вы рассуждаете, как психолог. Нет, Катя, дело не в этом. Я не хочу обижать ни американцев, ни европейцев. Они очень любят классическую музыку. Но они сдержанные какие-то. А наши слушатели, как любят, так и ненавидят. На разрыв, со слезами. Мне с вами так легко, удивительно. Давай на ты. Да. Но мы с вами еще на бурдершафт не пили. А у вас дома есть шампанское? Есть. Хотя, откровенно говоря, я за все это время бывал дома часов семь от силы. Только спать приходил. Но это не проблема. Сейчас остановимся, я заскочу в магазин. Ага, давай без шампанского просто на ты перейдем и все. Нет, надо все по правилам. Не скучай, я быстро. Тогда, если не сложно, купи еще апельсинов и мороженого. Ты удивительный. Я думал, таких больше нет. Я быстро! Я быстро. Звуки. За�а. Разв 빨агинет. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Домой DimaTorzok Пойдем 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 Она у меня Отлично, девочка Отдыхай Я скоро позвоню Ты молодец Добавил субтитры DimaTorzok 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 Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok А ты что, выпил что ли? Нет! Ни в одном глазу Батюшки мои Как я тебя Обажаю О, ты чё ты такой веселый был Последний раз в кувакарте выиграл Ну, чё случилось так? Меня в кино утвердили Представляешь, некоторые люди Годами пороги отбивает А меня так взяли и утвердили Говорит, Петро снимись Спасай кинематографы Слушай, а чё ты можешь? Ты парень-то фартовый. Чё ты? Я думал, ты скажешь, какой ты петь гениальный актёр. А где дети? Гуляют, гуляют. Два часа уж как гуляют. Ольга меня с режиссёром свела. Ну? Вот. А у них актёр заболел. Язву желудка прихватил. Представляешь? Господи, дай Бог тебе здоровья. Поболей ещё. Через час с продюсером встреча. Контракт подписываю. Куда ты? Куда ты? Куда ты? Ну где рубашки бои? Ну вон они сверху. Ну дай я, дай. Подожди. Алиэс тоже. Ой, господи. Батюшки мои, чё это такое? Чё, чё? Скрипка? Твоя? Нет. И не моя? А чья? Значит, Алёна положила. Слушай, я её так шмякнула, она разбилась, наверное. С чего ты взяла? Подожди, он видишь, какой крепкий футляр. Ну дай я посмотрю. Если я разбила, я подклею. А вдруг-то в этой скрипке наркотики или бриллианты? Ну ты чё несёшь-то? Шучу. В общем, Алёна сюда положила, Алёна отсюда и заберёт. Не наше дело. Вот. Рубашки где? Слушай, она на скрипке, что ли, играет? На нервах. Ну вот твои рубашки. Ну вот и подгладь. А я в душ. Ой, ты смотри, смотри на него, а. Ну, нет слов. Хотя, галстук зря. Чего? Ну, без галстука, по-моему, демократичнее. Ну, это смотря, к кому идёте. Мне нравится. Да. Очень. Я пойду Санечку уложу спать, то она уже совсем засыпает. Да? Пойдём спать? Давай, мои хорошенькие, давай. Ты куда собрался? Продюсеры, дочка. Прошла пора тревоги нашей. Разрешите представиться актёру Пётру Некрасову. Нашёл работу. Ура! Да. Да, я помогу. Проект длиннющий. Слушай, разреши свою банду сюда вызвать Лиду и пацанов, а то я заскучаю без них. Да, конечно. Чтоб я совсем запуталась. Правильно, правильно, вся дочка. Поеду пораньше. Хочу, так сказать, вдохнуть воздух павильонова. А тётя Света-то где? А? Тётя Света где? Она в аптеку побежала за валерьянкой. Что случилось? Вы опять поссорились? Да нет, она скрипку твою уронила и распсиховалась. Я говорю, дурочка, чего психуешь? Она же футляет. Это же вам мать. Чего, дочка? Алён, ты что, решила брать уроки музыки? Она же миллионы стоит. Откуда? Откуда? Саша, это и есть моя тайна. Я не могу больше. Господи, как я устала. Папа. Я так устала. Я его украла. Иду, иду. Никита, как хорошо, что ты дома. Вальчика, Вальчика, мне больше некому пойти. Что случилось? Можно я пройду? Можно, конечно, проходи, пожалуйста. Проходи. Что произошло? Что случилось, а? Никита, мне нужно. У тебя лица нет. Я прошу тебя, пожалуйста, поговори со мной, мне больше никому пойти. Никита, смотри. Я сейчас чуть не убью за человека. Вот и все. Я не могла допустить, чтобы папа опять в тюрьму сел. Да этот таранец развел тебя, как... Диск, лишь косвенная улика для оперов. Да потом я сама это все поняла. Даже соскочить пыталась, но потом Санька пропала. Так Саньку это он. Ну, конечно. Что оставалось сделать? Это я во всем виноват. Доченька, я приношу одни несчастья. Да при чем тут ты? Это же мое решение было. Ты же он, тварь, как подло, через дочь. Алена, гравюру Померанцева. Я... Померанцев все понял, пожалел меня. А почему ты мне ничего не сказала? Боялась. И за тебя, и за Саньку боялась. Он же сумасшедший. Значит, гравюру, булавку, шкатулку. Все это тянет на немалый срок. В милицию идти нельзя. Пойду, я не могу больше. Я устала, понимаете? Никуда ты не пойдешь! Они примут во внимание факты шантажа, но все эти вещи украла ты. Тюрьмы не избежать. Тюрьмы не избежать. А я не могу допустить, чтобы ты опять попала в этот ад. Так, когда ты должна отдать скрипку? Он сам должен позвонить. Завтра, сегодня, не знаю. Хорошо. Значит, позвони на работу, скажи, что ты заболела. Из дома не выходи. Телефоны все отключи. И скажи Светлана Николаевне, чтобы она, то есть, ничего не говорила лучше. Нашняя паника, нам ни к чему. А ты куда? Я за помощью, одним нам не справиться. Ну, значит, отвел меня Господь от этого страшного дела. Ведь это же чудовищно. Ведь меня же убить надо за это. Ну, если он отвел от меня, ну, почему он не может сделать, чтобы мне стало немножечко полегче? Ну, почему он этого не сделает, а, Никита? Ты знаешь, есть же такая фраза, что все, что Господь не делает, все к лучшему. Ты стал мудрым с каких-то пор. Знаешь, с тех самых пор, как потерял тебя. Никит. Что? Ой. Что? А где твои-то? Они, Валь, теперь в центре живут. Ну, в нашей другой квартире. Разошлись. Как? Так. Ну, что? Чего? И такое бывает. Да, ну. Да? Ну, не было любви, понимаешь? Не было. Лиза, ну, очень хорошая, но... Не получилось. Разошлись без скандала. Так что я ей за это очень благодарен. Я понимаю, что самое верное, это идти в милицию. Ну, не могу я этого сделать, понимаешь, Миш? А как по-другому, Саш? Как? Хотя, может, просто подбросить обратно эту скрипку? Да мне надо Алену от этого человека избавить. А самого его на нары укатать. Желательно до конца его дней. Извини, да, я совсем заморочился. Ну, а что ты от меня-то конкретно хочешь? Понимаешь, был бы я у себя в городе, у меня бы уже три варианта операции лежало. А здесь, ты знаешь, в Москву вдоль и поперек. У тебя везде есть знакомые, друзья, у меня здесь никого. Столько времени в Москве, а видишь, нужных людей не нажил. Помоги мне, а, Миш? Здесь не просто нужный человек нужен, а свой и сообразительный. Нужно все очень тонко сделать, чтобы Аленка твоя под удары не попала. Так в том-то и дело, понимаешь? Я как об этом подумаю, меня колотить начинает. Я тебя прошу, помоги мне. Я тебе по гроб жизни обязан буду. Ну, хорошо, хорошо, ну, дай подумать. Попей чайку. Да не хочу я чаю. Слушай, ну, сядь. Ты меня нервируешь. Есть у меня один парень. Очень толковый опер. Правда, молодой, но хваткий. Если кто нам и сможет помочь в этой ситуации, то только Глеб. Сюда ставь. Ставь, не упадет. Ну, здравствуй. Здравствуй, Валя. Вот и светились. Мои хорошие. А что это папа у нас тут делает такое? Лампочку чиним. Дедушка лампочку чинит. Дедушка, я уже на студию пора, а он лампочки чинит. Ты что? Тебя ж там ждут все. Ты знаешь, дочка, я что-то передумал. Да ну ее история более пошлая и, знаешь, график там напряженный. А мне же не 20 лет. Знаешь, я боюсь, такую гонку я не выдержу. А команду подводить не хочется. Пап, ты чего врешь ты мне? Чего? Ты же меня тут караулишь, да? Тут? Папочка, я дома. За семью замками. С нами ничего не случится. Что-то, ранее сюда в квартиру ломится, да? Ну, не вломится. А когда ты под присмотром, мне спокойнее. Да? Ой, не смеши меня, пожалуйста. Быстро собираемся и едем на студию. Хорошо. Там Ольга уже вся, наверное, изволновалась. Телефон-то не работает. Выключили, Сашка все сделает, разберемся, а ты останешься без работы. Ну, я-то свой телефон не выключил, да? А кто идет спать, кто идет спать, мое солнышко? Все, попрощайся с дедушкой. И давай. Скажи дедушке пока. 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 Давай, иди укладывай. Собирайся, езжай. Пойду, пойду сейчас. Пойдем, бой. Давай, мой хороший. Алешка, детка, ну что случилось? А что, телефон-то отключил? Я этого не люблю. А я не люблю, когда такой большой куш мимо меня уплывает. Ты что, меня старого повора решил через мою дочку нагреть? Эта скрипочка очень большие бабульки стоит. Хочешь иметь балалайку, будешь иметь дело со мной. Ясно? Ха, Петя, ну здравствуй. Эро, эро. Значит, такой поворот, а не боишься? Ой, чуть-чуть, я ничего не боюсь. Сто раз пуганный. Сдашь меня, балалайку больше никогда не увидишь. А в людном городе нет. Понял? Так что на крючок ты ее не посадишь. Забивай стрелку, таранец. Окей. Только товар с собой прихвати. Давай, давай. Записывай. Сейчас, подожди. Пишу. Турбаза Звездный, четвертый поворот направо. Пять километров лес. Записал? Записал? Еще одна просьба. Приходи один, без своих псов. А то и нервный чудо в последнее время стал. Старинен, наверное. Да ладно тебе. Все, жду. Козел. αυτ牛. Старинен. Водянь. Все, astronomy-то yhte. Козёл. Поздравility колокольчик. Все, чтобы всеPL 좀ποιati. Посылки нам одного из пасекрячего тела. Об inheritку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я же говорю, подружку похоронила Все, что Миха там эти драгоценности продала Раздала все, что было Хорошие люди сюда привели А здесь у меня квартирка маленькая На окраине Здесь работаю Пытаюсь В себя прийти пытаюсь Надо мне, Валь, жизнь по новой начинать И я начну С Божьей помощью начну Ладно Ну а ты-то как расскажи По-разному Мне стоит рассказывать Да ладно По-разному Плохо тебе Раз сюда ты пришла Ты ведь раньше в церковь-то никогда не ходила Молись Молись, Валюша Господь Бог услышит Молись Хорошо, что мы увидели Пойдем Валь, погоди А я все спросить хотела Ты с дочкой-то своей встретилась? Что? С дочкой Александр? Глеб Михаил Сергеевич рассказал о твоих проблемах Итак, что ты хочешь? Я хочу Подставить Таранца И взять его со скрипкой Угу, понял Я пробил Таранца Скользкий тип Ну на него хоть что-нибудь есть? Информации много Но ничего конкретного Значит скрипка у вас? Да Только пока я не буду уверен, что Я понял Саша Скрипку надо вернуть Немедленно Ну ты пойми Ты же бывший опер Ты должен меня понимать Мы вдвоем не справимся Нам нужны еще люди А у меня тоже начальство Им тоже нужны гарантии Что ты предлагаешь? Для начала вернуть скрипку Если полковник получит ее То все будет в ажуре Ты понимаешь Если мы поймаем Таранца То это дорогого стоит Потому что мой начальник Это честолюбивый человек Ну понятно Значит нам надо взять Таранца Надежда Это все к тебе пробиться хотела Ну вспомни сама Влад тебе рассказывал Про женщину Про дочку Я помню ее Я помню ее Я в лицо ее помню Вот Она же нашла меня тогда В телецентре меня выдернуло Так я ее слушать Я не стала Погнанной Ну вот Видишь А Надежда это письмо тебе написала А Влад его перехватил О господи Да Наташа Ой Наташа Это не может быть Алена Некрасова Нет Это бред какой-то Да все верно Все верно тебе говорю У Надежды этой доказательства были И бумаги какие-то И выпуски Все у нее было А мы с Владом Не могли допустить Тогда чтобы она добралась до тебя Наташа Наташа Все знаю Все знаем За что За что я несу свой крест И Влада Господь Бог за это прибрал Нет 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 Ты не понимаешь Наташа Ты не понимаешь Если это так То мне в аду горит Тише Мне горит в аду Тише Мне спешит Тише 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 Все Наконец-то уложила А я что-то заснула Слушай Куда Петро-то убежал Скакал куда-то Сумку взял и ушел К продюсеру что ли С сумкой Ой С сумкой С сумкой Аленка Ты позвонила На станцию С мобильника А то у нас городской не работает Слышишь Позвоню Ну сейчас Я позвоню Таранец 27-й кемпинг Солнечный Нет Папа Я тебя умоляю Пожалуйста Не надо этого делать Папочка родной Ну пожалуйста Ну возьми трубку Ну возьми ты трубку Алло Саша Папа поехал к Таранцу Саш Помоги пожалуйста Я не знаю что делать Пожалуйста Я тебя умоляю Алена Успокойся Где? Солнечный? Все хорошо Сиди дома Алена не смей Черт Глеб все меняется Мой тесть Задумал свою игру Он взял скрипку И поехал к Таранцу Так Ну у вас и семейка Слушай Ты знаешь где кемпинг Солнечный Мне нужна машина Алена туда поехала Не дергайся У нас мы галки Да я им раньше Вызову подкрепление Послушай Пока ты будешь вызывать Своих черт знает что Может произойти Ты понимаешь что Алена для него Ненужный свидетель Он ее уберет и все Понимаешь мне нужная машина У нас нет времени Глеб Нет времени Алло Алло Вова Подъезжай ты мне нужен Здравствуйте Мне нужна Алена или Александр Света Узнала Я могу пройти? Пройди Здравствуй Света Че ты пришла? Че ты тут забыла? Я пришла к своей дочери Зовут ее Алена Вот это письмо Надежды Ну и что? Ну и что? Ты все равно ничего не докажешь Я же хочу ничего доказывать Я Света хочу знать правду Как все было Потерял кого? Дочка Скажите Тут мужчина был Приблизительно с меня ростом В светлой рубашке В темных брюках И сумка через плечо А? Да был Ой, с ним еще мужчина такой солидный При пиджаках Где они? В калстуке Так у нас дальнобойщики обедают Орут, смеются Как сумасшедшие Ну просто А у твоих вроде как разговор сурьезный Ну они пошли прогуляться Куда пошли? Ну по тропинке Вроде как в лес Молодая была, неопытная Упустила роженицу Люся Савельева Умерла она Господи, как я тогда перепугалась Я перепугалась К Маргарите кинулась Она была просто гинекологом Дежурила Ну в общем она меня спасла Спасла От позора, от тюрьмы От всего спасла Ну я подумала, думаю Ну как бы все утряслось А тут Ты как раз поступила По скорой Кровище было Все суетятся, бегают Я тобой вообще не занималась Я только вот девочку приняла И Вот И стою там с Аленкой В детской Пеленаю ее Вдруг вот так тихо Марго заходит К внучке подходит Смотрит на нее Вот так вот на нее смотрит А мне говорит Ты, говорит Люся Савельева, помнишь? Я говорю А почему вы это? Она говорит Она к тебе Во сне Не приходит? Я говорю Господи Она говорит Так вот Пойдешь к Валентине Скажешь ей, что девочка умерла А сама отнесешь ее В детский дом Я ведь не сразу согласилась Я знаешь, как отказывалась Я и плакала Я чуть не на коленях Перед ней стояла Вот ведь Глазки такие змеиные Смотрят на меня Сволочь редкая была Ну что мне делать? Ну я испугалась Я испугалась Ну и пришлось отдать А тут Надежда Как раз собралась Ребенка Усыновлять У них там что-то с Петром Не складывалось Не знаю Ну вот я ее Аленку-то и мандала То есть получается Что она все знала С самого начала Нет Не знала Не знала Никто не знал Не знала Я очень долго держалась Я Ну ты пойми Мне тоже тяжело было Ну столько лет молчать Тут еще Надежда Ко мне пристала Как это Как то Ну что мне было делать? Я взяла и все рассказала Так а Александру-то Ну Саша Почему ты все не рассказал? Он же искал мою дочь Валь, я боялась Я тебя боялась Ужасно боялась Я думала Ты меня В тюрьму опечешь Ну прости меня Пожалуйста, прости Ну ты меня тоже пойми У меня кроме Аленки Никого нет Я совсем одна Так Так Ну куда ты собралась? Ну она сейчас придет Не, пойду я Ты ей ничего не говори И вообще Помалкивай Ну так Чтоб проблем не было Спасибо тебе Валь, прости меня Пойду я Ты что ж думал Дурачок Боря Таранец Идет на всю голову Я потому и живой Что умный Не по понятиям живешь Барыга хреном Петь, у тебя с головой что-то С памятью у тебя плохо Я же тебе говорил Что я по вашим воровским законам Не живу Я бизнесмен, Петя А у бизнесменов принято Невинных девчонок На крючок подсаживать Детей воровать А эта невинная девчонка Вообще Три года на нарах парилась И с тобой в паре Классная дельца провернула Она профессионал Петя Твоя школа Заткнись, скатер Заткнись А что ты мне сделаешь? Да Упырок, Ваннычий Что ты мне сделаешь? Я же тебе жизнь продляю Подыши последние минутки Я тебе И на том свете достал А я туда не тороплюсь Долго ждать придется В общем так Утомил ты меня Подыхай и знай Что твоя дочь Еще будет на меня работать Долгие годы А потом еще внучка подрастет В общем Дина Стеблин получается Что ты сейчас сказал? Ну-ка иди сюда Сука Нет! Папа! Стоять! Оружие на землю! Выстрелю! Пристрелю! Стоять! Стой на землю быстро! Выстрелю! Саша, он это сделал Ты понимаешь, сука Что деваться ему некуда Если ты ее хоть пальцем тронешь Я тебя закрызу Понял? Берем скрипочку Берем аккуратненько За мной не ходить За мной не ходить За мной будете хранить ее Через трое суток Понятно? Не слышу, понятно? Мы поняли, поняли Иди Заберете ее на дороге Аша! Так, вызывай скорую Я за ними Не дергайся Я этот лес знаю Про лесок видишь? Пять метров пробежишь И налево Выскочишь со шоссе Я сейчас Лавана на подмогу вызову Все, давай Алло, Вова Ты мне нужен А где это вы еще? Забирай Со мной поедешь, красавец Нравишься ты мне Прям расстаться с тобой не могу Ты же все получил У меня дочь Отпусти Ну пожалуйста Заткнись Сморнешься Пристрелю Пристегнись Штраф не хочу за тебя платить Валь Никит, привет, заходи У тебя тут дверь открыта? Ты что, уже не боишься никого? Да, я уже Кого не боюсь Никита У тебя что-то опять случилось? Голос у тебя по телефону был Садись Ну? Знаю ее Алена Некрасова Да Это психолог Мама В доме престарелых была Фотография какая-то странная Вроде она Вроде не она Боже Она работала психологом? Ну да Что ж, получается У собственной бабушки В смысле? По счетину судьбы Не понял Это фотография, Никит Моей мамы Это мамочка моя Таня Ну точно Точно Подтянусь именно назад А Алена Некрасова Алена Петровна Это наша дочь с тобой, Никита И я ее нашла Что, страшно? Не бойся, девочки Я умею водить Твоему менту Меня не догнать А на первом же посту ГАЭ остановят Отпусти меня И все закончится Ну уж нет Обушалить Ты что? Я люблю Быструю езду А одному гонять Просто так Кайф не тот Разговаривать Прекратите На дорогу смотреть Чего это Прекратить Разговаривать Я люблю поговорить Ты разве не поняла? Лучше скажи Почему ты меня Подставить решила Я не собиралась Этого делать Врешь Врешь, сука Врешь Твой папашка Мне звонил Значит все ему Выболтала Дрянь Ничего Он в аду жарится И тебе недолго осталось Если тебе Мне огородами Убираться из страны Что делается? На дорогу смотрите Ну? Молчишь? Молчишь Очень сложно Осознать Правда? Алена Некрасова Наша с тобой Дочь Никита Я не могу А самое Самое отвратительное Это то, что она мне Чужая Понимаешь? Я Я к ней ничего не чувствую А где нет Я к ней чувствую Ненависть Я ее ненавижу Понимаешь? И ничего не изменилось Она у меня Она у меня мужа увела Ну? Вот где он Этот пресловутый Материнский инстинкт Вот где он? Валь, ну Да долго Время Должно Пройти Какое время Никита Какое время Я ее убить хотела Вот этими вот руками Серьезно Убить Нашу с тобой Дочь Никита Господи Ну что ж ты так смеешься Надо мной Ангел мой Небесный Что же там происходит? Ну твой-то ангел Исправно делает свою работу Мой ангел Пьяница И лентяй Мой ангел Он обо мне вспоминает Только когда я совсем на краю Видимо Видимо шальной какой-то Попался Или это я ему попалась Ничего 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 Все хорошо Все хорошо Должно пройти время Время Ты считаешь? Угу Уверен Оставайся Оставайся Хорошо Готово Куда тебе и дорога Туда тебе и дорога Алена Хороший Милая Все закончилось Все закончилось Все Где болит Где болит Где скорая Звонил Звонил Тихо Все Не двигайся Не двигайся Лежи Тихо Тихо Не двигайся Не разговаривай Тихо 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 Еду Все Сейчас скорая Приедет Хорошая Уверен Твоя ноги чувствует И ноги И руки И ноги Он с папой Он умер Позвони Позвони Узнай Пожалуйста Тихо, тихо, тихо. Сейчас все позвоним, сейчас все узнаем. Тихо, тихо. Не двигайся, не двигайся, главное, Нина. Алло, Вова, это я. Как там Некрасов? Тихо. Лид, если ты не перестанешь рыдать, я отказываюсь есть. Ну, сколько можно? Сидишь два месяца и плачешь, и плачешь, и плачешь, и плачешь. Это же я от счастья. От счастья? Какую вижу, тебе слезы прям сами катятся. Аленка же мне сказала, что тебя уже мертвым считали. Господи, слава Богу, я дома была, я бы не пережила этого. Миленька, ну, все у меня хорошо, я здоров. Хочу, я для тебя станцую. Да что ты, что-то тебе вредно, вредно. Мне вредно вот здесь лежать, я домой хочу. Вот, правильно надо. Да ну эту Москву, Господи. Ходят какие-то с пистолетами мужики, стреляют, честные граждане. Да пацаны, я же тебе говорил, пацаны по бутылкам стреляли, они же не знали, что я мимо иду. Да, вот в нашем городе, Петя, мальчики с пистолетами не ходят. Да дедов пистолет, тебе Сашка объяснял уже. Они свистнули у деда наградной Вальтер. Да все, я устал тебе эту историю рассказывать. Устал, да. Устал, да. Ну, полежи, полежи. Не хочу лежать. Я говорю, рано тебе еще выписываться-то, Господи, здоров, здоров. Слушай, надо пойти к доктору, сейчас еще неделю попросить, чтобы подержали. Я тебе пойду. Подержали неделю. Я под твой бдительный контроль хочу. А Алена где? Почему не пришла? Да дай-то девочке отдохнуть, устала она. Лида, я домой хочу. Иди сюда. Ну, давай еще. Лягушка, как у нас разговаривает? Лямка, ква-ква. Эй, Лямка. Держи, давай, почитаем следующую сказку. Сидит белка на тележке, продает она орешки. Санька спит. Представляешь, этот обалдуй с велика упал. Посмотри, он все ногу разодрал и штаны. Боится, что ему теперь еда в таких вставит. Еще бы, еще как вставят. Ты иди пока в душ помой и штаны сними, я тебе их зашью, ладно? Да. Ну, а хочешь, бери. Ну, что такое-то? Ты его спать думаешь укладывать? А мы еще полчасика и ложимся. Давайте, пора. Пора, пора. Да, хорошо. Ален, Валя звонила, что-то срочное. Я туда-обратно, хорошо? Ну, давай. Куда ты? Что это такое? Аленушка, мне надо с тобой очень серьезно поговорить. Да что вы, тетя Света, только ради бога не пугай меня, а? Ален, держи. Прости меня, ради бога, прости. Виновата я и перед тобой, и перед Валей. Валя! Вот, у меня есть такое же свидетельство о разводе. Слушай, а как ты смогла без меня? Мне ни одной повестки не приходило. Мир не без добрых людей, как говорил один мой знакомый. Владей и будь счастлив. Спасибо. Ты, Валь... Как ты? Отлично. Да? У меня все так хорошо, что даже не знаю, с чего начать. Рассказывайте. Жизнь полна событиями, я жива, как видишь, и здорова. Вальчика. Как твои? Спасибо. Как Алена, девочка, как здорово? Да все хорошо. Нет, правда, все хорошо. Вот, когда там осенью, собираемся в отпуск отдыхать. Ну, правильно. И Петра с собой возьмите. Говорят, ну, Оля мне сказала, что он болеет. Да, ну, я... Так пусть он отдохнет как следует, потому что Ольга говорила, что грозится в ноябре съемки начать. И ждет Петра, Адова, жизнь. Да, да, это все ерунда. Выздоровеет он, все в порядке будет. Я-то, знаешь, Валь, я за тебя очень-очень рад. Правда. Спасибо. Иди, тебя ждут. Ты только знаешь что. Ты береги себя. А ты себя. Пока. Хабаров. Черт, извини. Ты отлично выглядишь. Правда? Так держать? Спасибо. Береги себя. Пока. Ну что, Никит, может, чай выпьем? Можем выпить. Почему ты ему правду не сказал? Никит, ну ты же сам говорил. Ну, мы знаем, что у нее все хорошо, что она рядом, у нее своя семья, она счастлива. Зачем я буду вмешиваться в ее жизнь? Не надо. Ну, ты все-таки ее мать. Мать? Мать? Мать ее, Никита, умерла. И я в этом виновата. Не со зла, но горя Алене я много принесла. Давай все оставим как есть. Пожалуйста, я прошу тебя, не настаивь. Хорошо. Не буду. Сделай все, как ты говоришь. Правда? Все-все? Все-все. Ну, тогда у меня к тебе есть предложение. Какое? А не позвать ли тебе меня замуж? Саечка. Шутка. Пойдем. Зову. Папа, ну ты пойми меня, ты мой отец, единственный, и я люблю тебя. Просто понимаешь… Ч-ч-ч, я все понимаю, что бы это ни случилось, ты моя девочка. Мое солнышко и моя радость, и не плакать. Уговор? Уговор. Страшно? Ничего. Вперед и с песней. Ты же Некрасова. Да. Я тебя очень люблю. А я тебя. Ну, мы пойдем. Александра. Иди-ка, моя солнышко. Иди сюда. Вот так. Я буду ждать вас. Господи, вот. Ой, нам очень понравилось. Такое спасибо. Понравились, правда? Тогда следующая программа. Ну, это, наверное, вопрос продюсеру. Каждое воскресенье двадцать вольное. Спасибо огромное. Это было замечательно. Спасибо. Мне очень приятно. Действительно, спасибо. Если честно, я шокирована. Всего хорошего. Спасибо еще раз. Просто шокирована. До свидания. Ну вот, а вы мне не верили? Вы помните, как я бежала вот по этим самым питочкам, роняя слезы? Да, да. И просила у вас хоть какой-нибудь работы? Да. Вас поздравляю, Иван Васильевич. Я вас поздравляю. Это ваша победа тоже. Ну, спасибо большое. Валя. Шары! Как я люблю шары! Да. Оригинально. Все вроде цветы дарят. Моя жена считает, что цветы — это банально, поэтому шары. Никита! Поздравляю тебя. Поздравляю с премьерой. Ты была неотразима. Спасибо. Правда? Все было прекрасно. Все-таки переломила ты эту Москву через колено. Спасибо вам, Иван Васильевич. Спасибо вам тоже за то, что поверили. Удачи. Спасибо. Ну, как это было? Это было потрясающе. Я была хорошенькая? Ты была хорошенькая. Да. Ты была лучше всего. Спасибо тебе. Я тебя обожаю. Знаешь, ведь если бы не ты, этого не произошло, вам было. Я так люблю тебя. Валя. Мама! Мама! Мы тебя тоже поздравляем. Я так люблю. Я так люблю. Я так люблю. Спасибо. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ